так понеслась всем привет всех с новым годом я смотрю 2 числа ну что еще делать 2 января как не что-то полезное и ставьте лайки сразу да вот кто-то говорит заказываем пиццу напишите как меня видно слышно хорошо ли меня видно и слышно сегодня у нас очень классная тема который называется секреты экспозиции как мы сделаем мы возьмем фактически один единственный вот одну единственную тему достаточно узкую экспозицию но посмотрим и покрутим с разных сторон и будут сегодня узнаем и базовые какие-то вещи да и всякие нюансы хитрости может быть даже взглянем на нее нестандартно не так как вы привыкли вот об этом наш стрим говорят да отлично слышно ну и супер вот ставьте дорогие мои лайк и мы начинаем нас тут уже куча куча будет еще больше и так тема секреты экспозиции еще раз говорю 2 января ничего лучше нельзя придумать как что-то полезно изучить и заняться кстати напоминаю прежде чем да мы продолжим напоминаю что будет марафон сейчас я прям покажу вам внизу есть ссылка это мой марафон он начнется уже в четверг час секунду вот называется он время смелых точнее уже два потому что это уже не первый раз будет проходить начнется он вечером 4 то есть послезавтра обязательно запишитесь на него внизу и ссылка это бесплатно открытый марафон там будут творческие задания будут классные призы в общем будет очень интересно не только что-то новое узнаете но еще и снимите классные картинки я практически уверен окей но а позже об этом чуть поговорим а сейчас давайте возвращаемся к нашей теме секреты экспозиции до запись будет если что не переживайте окей смотрите дорогие мои экспозиция что это такое вообще надо кстати разобраться потому что многие люди часто говорят термин даже не понимая в нюансах как это устроено и почему она существует почему вообще она существует да то есть зачем фотографам возиться с этим параметром нельзя ли было без него как-то обойтись кстати интересно что в будущем и может быть не в таком далеком то есть буквально через пять-шесть лет возможно этот параметр исчезнет то есть могут появиться матрицы которые будут которым не нужно будет экспозиции они будут фиксировать все что есть то есть любой сигнал дат самый темный до самой светлой сцена не будет них влезать и тогда понять экспозиции вообще к таковой практически исчезнет вопрос только вы уже там будете потом выбирать картинку светлее темнее хотите потом то есть промахнуться по экспозиции снять плохой экспозиции картинка будет невозможна матрица всегда будет фиксировать все что принес но это в будущем пока же это не так и есть экспозиция она существует а никуда не делась нам приходится как фотографам с ней работать ну вот когда мы смотрим на какую-нибудь сцену в жизни до глазами что мы видим мы видим отраженный свет то есть к нам летит свет и этот свет он разных цветов то есть разной частоты до фатончик и разных яркости где-то вот больше где-то меньше даже если посмотреть на эту картину вы увидите здесь темные зоны есть какие-то вот темные холмы и темная сторона деревьев да вы видите очень светлые облака выйти светлое поле где созревшие пшеницы вы увидите зеленые менее светлые горы там дали тоже разной яркости то есть что это такое это по сути дела просто свет я разной яркости который приходит к нам глазки и мы его видим вот случае фотографии все то же самое да смотрите есть модель у нее есть какой-то вот кожи и она отражает какое-то количество света она лежит на камне камень очевидно темнее там есть вода причем вода вообще до вода не никакого одного цвета вода по сути дела это зеркало отражает пейзаж и поэтому получается что какие-то места воды темные а какие там даже проглядывают камни если посмотреть какие-то яркие более светлые и так далее небо отражается вот в этой воде и значит вдали вы видите горы тоже часть гор со снегом часть землей есть какие-то перепады яркости разная яркость вот и как это все измерять как вообще с этим разбираться ну при начинается все с такого понятия ступень то есть как-то так решили фотографии я подскажу почему потому что мы такая единица более-менее заметная но мы видим на глаз вот эту разницу ступень и ступень это ничто и новая ступень 1 экспозиции как в два раза больше или меньше света то есть шаг с которым это измеряется обычно говорят 1 ступень 1 степ 1 шаг да и это в снести оказывается вдвое больше вдвое меньше света но мы не видим глазами прямо это как вдвое больше что перепады освещения очень большие мы видим скорее как то вот так да вот например смотрите здесь минус 2 с лишним ступени плюс 2 с лишним ступени для нас это вот какие-то набор градации но очевидно что отличие на одну ступень уже хорошо различаем мы хорошо видим этот перепад да перепад меньше ступени обычно видят только люди тренированные ну скажем так вот как раз фотографы те кто с этим работает вот он может смотреть на стенку и сказать вот здесь у меня вот посветлее на пол ступени да а вот тут у меня потемнее где-то и так кстати есть да то есть вот тут там темнее тут светлее и вот эта разница в пол ступени она уже не особо честно говоря видна то есть надо так глядеться внимательно чтобы почувствовать ее не всегда мы ее хорошо видим вот ступень мы видим практически всегда света и ступень это в два раза больше а вот но интересно что соответственно существует и поправка экспозиции которые обычно на фотоаппаратах и в эту самую ступень примерно и определяется либо в половину либо в треть чтобы совсем поточнее попасть да то есть вот вы на расслышали такой термин поправка экспозиции это когда фотоаппарат хочет какую-то одну экспозицию а вы решаете что вам что вам не нравится то что он выбрал а его автоматика выбрала и вы хотите светлее этим не сделать и вот как раз эту поправку в этих ступенях вы вводите или там в половину ступени в треть ступени как настроен ваш фото вот ну и вот смотрите вот одна и та же сцена посередине 0 как вот фотоаппарат выбрал экспозицию да потом на ступень темнее уже начинает вот эта темная проваливаться на две ступени уже точно мы у нас горы выглядят хорошо да но внизу вот эта темная часть она выглядит плохо она провалилась справа другая ситуация мы вносим поправку в плюс и у нас начинается такая веселая история которая вечно да вот есть такой человек вот смотрите это очень интересное заблуждение чуть позже нам скажу он горько в топорате смысла нет снимаем ров меняем lightroom нет ты не прав и чуть позже на эту тему покажу это немножко не так вот iso и lightroom действительно можно заменить но приблизительно но экспозицию нет потому что я сейчас я объясню почему ты не прав это очень распространенный миф то есть люди считают что можно снимать как угодно промахиваться экспозиции сколько угодно и потом lightroom и все вытянем будет то же самое если бы ты сделал эксперименты проверил то будет не то же самое но позже мы об этом поговорим и поймем почему это так не все так просто а вот экспозицию не зря придумали не зря ее делают прямо при съемке так вот смотрите соответственно плюс две ступени там очень хорошо получается это нижняя темная скала но очень плохо уже мыльный горст и вот это вот вечная проблема с которой собственно говоря и сталкиваются фотографы что при одной экспозиции хорошо выглядят одни предметы при другой другие хотелось бы чтобы было все как надо ну вот другой пример вам возьму допустим давайте посмотрим как выглядит да если мы снимаете пейзаж что вы можете конечно сделать hdr то есть да тоже не надо использовать поправку с позицией об этом поговорим вот смотрите если снимаете пейзаж у вас есть к счастью возможность да вы можете снять кадры с разной экспозиции потом склеить собрать причем зачастую даже это нужно можно делать не руками есть для этого удобные удобные штуки вот но действительности в действительности а это когда вы снимаете статично то есть можете позволить себе сделать несколько кадров и совести их но это это не очень удобно согласитесь это лишняя возня это сложная возни кстати телефон такое делает на автомате то есть очень часто почему телефоны сейчас зачастую лучше снимают перепады яркости чем фотики профессиональные у телефонов не сам идеальная картинка них много своих проблем но вот это вот вопрос очень контрастного пейзажа телефон зачастую решает лучше потому что реально телефон делает несколько кадров с разными значениями и дальше эти кадры сам склеивает вот матрица да у него телефона маленькая но программное обеспечение умное он реально делает несколько кадров то есть он сам делает hdr то что фотографы делают ручным вот но если мы снимаем людей то все уже не так просто люди то движутся невозможно то есть вы можете снять несколько кадров но за это время люди уже сдвинуться и будет все это выглядеть немножко по-другому да и одно еще одно из решений правильно мне подсказывают говорят градиентные фильтры на градиенты и фильтры хороши когда это однозначно то есть сверху светло снизу темно вот на цель а если у тебя ситуация как вот здесь то есть у тебя и слева темно и справа темная посередине следы тут уже такого фильтра вот ты не найдешь который подошел именно к твоей сцене вот это очень интересный вопрос окей значит вот и если брать эти ступени да пока это просто светлее темнее например как люди выглядят с разными с поправкой давите плюс одна ступень они более гламурненькие но уже не такие объемные плюс 2 уже пересвет минус 2 уже не какие-то грязноватые темноватые в общем получается что не особо вольно можно с экспозиции до нужно попасть в самую красивую хорошую экспозицию у разных кадров она своя вот сергей ну тянется не все и не во все стороны и я щас покажу объясню почему то есть тянется часть лишь картинки при том когда она у тебя тянется у тебя даже спорить ну ладно потом объясню то есть ребята вы не правы то есть когда вы считаете что все прекрасно тянется и пофиг это не так чуть позже объясню почему пойму есть ситуации где можно вытянуть есть где нельзя если вы хотите действительно максимум точных самую хорошую цветопередачу самый хороший объем лучше все равно сразу снимать с правильной экспозиции и чуть позже объясню почему покажу вот у разных камер разная история кто-то лучше тянется кто-то хуже но у всех есть эта проблема плюс-минус одна ступень это очень немного вот то есть если вы думаете что одна ступень это сильно вам помогает то большинстве случаев жизни вот такая вот сцена имеет перепад ступени 10-12 и одна ступень здесь но не все исправят до что хотелось бы окей поэтому сразу нужно выбрать правильный экспозицию ладно давайте посмотрим как придумали измерять освещенность вот это кстати нас четыреста тридцать пять человек ставьте лайки а есть такой параметр его экспозицию белый и это как раз количество света ну и вы она правда зависит от ису еще это со мной скорректировано в принципе давайте грубо считать что нас пока нам 100 идет 100 и со вот да вот очень правильно говорит лайком фильм одежда тоже тянется но вы покупаете все-таки свой размер так она лучше сидит окей значит смотрите и вот эти и вы они уже низ тоже измеряются в шагах то есть 8 его это в на 8 ступени ярче но у них есть еще и привязка абсолютное что такое ноль его то есть придумали свое время что пускай ноль его это будет такое количество света при котором человек ну скажем так еще ориентируется худо-бедно не спотыкается есть такая очень темная комната но где все равно вы еще пока ориентируетесь вот это вот ноль его минус 6 его это практически предел нашего зрения то есть там уже ничего уже толком не видим я уже можем споткнуться уже войти в лужу и и не увидев ночью если минус 6 и так далее вот то есть человек видит где-то в диапазоне наши глазки видят диапазоне от минус 6 ступеней вот ноль ступеней такой базовое уверенно ориентирование 8 ступеней это помещение собственно где-нибудь в питере зимой в пасмурный день 14 это на улице в пасмурный день 23 это в солнечный 26 это прям курорт яркий такой уже знаете очки уже хочется одеть 28 это прям уже ну 28 это где-то надо знаете в горах на лыжном курорте вот оказаться там чтобы такой вот был степень яркости и белый свет слепит прям вообще фигачит ух но он бывает то есть жизни в жизни очень хорошо известен диапазон от минус 6 до 28 ступени укладывается практически все что существует и это много это много то есть сколько это получается что это где-то ну может сами посчитать 28 плюс 6 на то что с 30 с лишним ступени вот такие перепады могут встречаться в жизни вот как мы управляем экспозицию нас есть три способа ее менять вот это так называемый треугольник экспозиции один способ это выдержка но здесь к сожалению да есть нюансы связанные с размытием то есть нельзя ставить совсем любую выдержку чем выдержка самый гибкий хороший способ менять менять параметры потому что от нее картинка не сильно меняется начиная с какой-то короткой выдержки далее она примерно одинаковая да то есть на одной тысячи на на четырехтысячных одинаковые но на длинных выдержках объекты могут размываться если они двигаются также может сказываться тряска рук и все такое поэтому тоже тут осторожнее то есть выдержка не всесильно но является наиболее гибким элементом она в самом большом диапазоне меняется значение и меньше все влияет на картину да а вот дальше есть диафрагма у диафрагмы какая история диафрагма тоже меня количество света регулируют но она влияет свою очередь на глубину резкости и иногда нам хочется чтобы у нас был размыт задний план или наоборот чтобы все было резко плюс еще очень сильно диафрагма ограничивается оптикой там не такое большое количество ступеней и у вас есть когда цветосила объектива больше не открыть да вот и есть изо вот внизу здесь изо изо что делает фактически изо это просто усиление с матрицы и казалось бы вот это вообще вот самая бесплатная история то есть изо никак не меняет картинку вроде бы да то есть не не с точки зрения диафрагма не меняется не выдержка не меняется картинка остается такой же ставь любой изо и радуйся но по мере роста изо начинаются неприятные эффекты связанные как раз с усилением и это должно кстати было натолкнуть то есть те товарищи которые сейчас в чате говорят что все равно все можно вытянуть не все то есть есть какие-то пределы в которых нормально но не зря же при увеличении изо динамический диапазон становится меньше цвета становится грязнее появляются шумы вот это вот все то что у вас будет происходить может быть не на всей картинке но где-то в тенях где-то в каких-то элементах да будет с этим со справляться но все равно картинка портится вот это вытягивание но не бесплатно да в современных камерах очень хороший уверенный диапазон где в принципе пофиг то есть там грубо говоря от 100 до 1600 изо в общем не вы ничего не заметите практически или зритель ваш не заметит особенно если на телефончике будет смотреть но вдруг вы потом захотите напечатать или там в луку поразглядывать то может быть и печально но дальше все равно то есть когда вы вытягиваете какой-то очень темный элемент это то же самое что уходить за пределы больших изо та же самая математика и там начинаются те же проблемы может на всей картинке нормально но где-то вот человеке темной одежды там будет грязно там будет неприкольно и там провалится что вот поэтому надо это учитывать но пойдем дальше так у нас есть три параметра до iso апертура и выдержка который можем управлять и сумме они все втроем определяют экспозицию вот и соответственно ну вот тут тоже за разночили написано тут есть вот к сожалению всякие побочные эффекты то есть в одну сторону будет диафрагма будет угодно рискать меньше в другой больше тоже выдержка будет замораживать движение или наоборот его размывать iso будет давать больше шума или меньше вот мы крутимся вот пытаемся эти три параметра так подружить чтобы то было экспозиция кадра которая нужна и при этом он технически был качественный хороший не было проблем вот окей соответственно как раз измеряются как правило тоже ступенях то есть скажем вот выдержка понятно там если она допустим два раза длиннее то два раза больше света или в два раза короче да с диафрагмой там немножко под по-дурацки там такие специальные цифрки 1 и 4 2 2 и 8 вот каждая следующая эта циферка это тоже в ступень два раза больше света мы в между ними могут быть промежуточные значения и соответственно еще светочувствительность iso и там тоже в два раза этого два раза то есть 200 iso отличается 400 iso в два раза как раз на одну ступень вот здесь вот нарисованы все эти значения за криншот если что который на одну ступень меняются но фотик у вас может быть шага в половину ступень или в 3 да и вот если посмотреть разные и в еще раз умеренные шумы хорошо смотрятся я вот любитель я например редко снимаю на супер низких с у я люблю 800 поставить специально что был такой благородное зернышко кожу иногда подглаживает приятно но это когда вот хороший свет хорошие хорошее освещение если у вас там что-то происходит в тенях если вам важны цвета тонкие вы хотите по-моему покрутить там он будет неприятный эффект то есть здесь речь всегда идет о диапазоне если вы снимаете если вы снимаете допустим на каком-то значение iso да и если вы снимаете на значение из-за выше на одной и той же выдержки то окей просто умножение данных но если вы снимаете на другой экспозиции вас длиннее выдержка там больше свет накопится там будут данные качестве вот мне нравится человек опять пишет и sony влияет на экспозицию так и не имеет никого отношения ты павел не в курсе почитай во первых iso не влияет на экспозицию определен диапазонах то есть современных матрицы из два значения которые переключаются там влияет там получается разная немножко картинка разное количество шумов и качество это раз вот то есть матрица низ у них есть несколько диапазон да действительно обычно там 1600 или 3200 все дальше это абсолютно одинаково это не влияет но еще раз это при условии ты ставишь эксперимент при котором выдержка остается одинаково однако когда ты подбираешь экспозицию на фотике выдержку тебя не одинаковая и разное количество света я покажу чуть позже разные шумы влияет поэтому не все так просто окей ну и со влияет на экспозицию в плане что меняя iso света не становится на матрице больше повышение изо но при более правильной экспозиции при поле и правильной экспозиции у тебя может быть другая выдержка и другие параметры ведь они взаимосвязаны между собой то есть твой фотоаппарат выберет другую выдержку а так iso просто яркость картинки регулирует да но еще раз есть два значения света не становится больше но включаются разные режимы на матрице разное усиление разный порог шумов соответственно в каком-то значении будет лучше карте качественная картинка в каком-то не будет более зажат динамический диапазон ты видел замеры то есть при росте iso снижается динамический диапазон а значит больше пересвечивается и больше вылетает а это не очень хорошо это не то что мы хотели так что все таки картинка зависит потому что есть объективные тесты что при разных значениях со динамический диапазон раз поэтому с этой точки зрения картинка зависит она будет более испорченная на более высоком изог вот ладно короче здесь нужно разбираться физики как следует а вы себе просто повторяете как как говорите да то есть это все техно дрочи есть значение может по-разному работать конечно в этом и говорим но короче вот смотрите вот для одних тех значений вы есть разные пары и видно что вот его порядка восьми это как раз 1 30 на диафрагму 2 и 8 то есть помещение можно более сносно снимать с рук с фиксиком на 1 30 выдержки видно что его порядка нуля это уже прям секундная выдержка уже темно видно что его больше 20 23 встречается редко это очень короткие значения давите нужно может быть нейтральные фильтры придется одевать на прям очень яркий свет окей значит но самое главное что нужно понять что есть есть вот понятие контраста сцены и вот этот контраст сцены что такое контраст сцены перепад от самого темного элемента к самому светлому здесь вот что самое светлое ну допустим там мой мои ладошки сейчас самое светлое а что самое темное допустим там креслица есть перепад небольшой но вот этот вот перепад сколько ступеней он может быть достаточно большим и и это очень интересная история смотрите сейчас я покажу прям у вас есть сцена в которой перепад может быть 10 и 30 ступени зависит того какая-то сцена то есть допустим пасмурный день не очень такой знаете ежик в тумане там небольшой перепад может быть 10 ступени всего лишь в солнечный день 20 а в какой-то прям экстремальной ситуации на супер ярком курорте где-нибудь там в тени на что-то прячется там может быть и больше вот а ваша камера может взять лишь лишь 10-15 ступеней вот правильно человек пишет что чем выше и за тем меньше гибкости то есть вроде как вот по теории некоторые говорят нет никакой разницы но разница есть потому что когда начинаете крутить картинку работает с цветом туда что и таскать вы видите что чем выше и за тем меньше у вас возможностей то есть хуже вам вы более зажаты и этот факт действительно существует окей так вот пойдем смотрите и вот в этом основная основное страдание фотограф основная их переживал кстати ставьте лайки заключается в том что ваша камера видит вот такой диапазон и все что светлее она пересвечивает то что темнее она проваливает а сцена может быть как такой то есть которая в камеру заходит без потерь может быть старых и так и вот такой который без потерь сфотографировать нельзя в этом огромная трагедия экспозиции то есть почему я называю я говорю что задача огромен на выбор экспозиции потому что есть выбор потому что может возникнуть ситуация вам придется выбирать чем-то пожертвовать а что-то будет хорошо и вот смотрите как это выглядит при одной экспозиции у нас хорошо проработаются светлый элемент допустим нас есть три человека один стоит в тени он темный один посерединке не то ни сего полутени один на ярком солнце и вот если мы ставим экспозицию вот повыше да там так что камера берет диапазон повыше у нас светлый человек получит лучше всего но темный человек просто провалится мы его не увидим если мы ставим экспозицию вниз мы хорошо с проработаем темного человека но светлый человек у нас вылетит и если мы поставим посередине да мы может быть ли скажем так обоих плохо с ними то есть оба будут не очень хорошо на обоих будет видно но не очень хорошо и вот этот вечный вечный вот этот трейдов вот кто-нибудь ставит например к человек не умело ставить свет студии у него получается одна половина лица слишком яркая на а другая половина лица проваливается в полную темноту то есть его камера она не может весь этот перепад света который он сам же создал студии по своей глупости на можно было создать разным мягче контраст сделать заполняющий свет и так далее но вот не может вся эта бесит припад света залезть фотоаппарат интересно что глаза его видят а фотик не берет почему так происходит отвечу нас в глазах есть зрачки это как диафрагма и у нас есть тоже усиление некая ну давайте говорить это и со или как выдержка неважно скорее как и со и мы это постоянно регулируем если мы смотрим вот на такую картину в жизни например на девушку в темной студии то когда мы вглядываемся в темную зону девушки наши глаза подстраиваются и мы там что-то видим потом мы посмотрим на светлое допустим плечо да и глаза меняются настройками там тоже ведь и у нас возникает ложное ощущение что можно увидеть всю девушку но да глазом с учетом того что он будет некоторое время туда-сюда гулять менять свои настройки можно увидеть больше чем фотоаппаратом но фотик ваш возможно эту картинку не возьмет за раз одним кадром и вам нужно делать другое вот это вот проблема на которой сыпется большинство фотографов то есть они доверяют своим глазам а нихрена не доверяйте своим глазам ваши глаза вас обманывают они вам показывают картинку фотоаппарат не обязательно они вас не обманывают они вас спасают помогают но фотик хуже вашего глаза определенных ситуациях и это очень 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 важный момент и вот отсюда идет вот эта история что стоит выбор да вот есть на сказать такая сцена эта сцена слишком контрастная и допустим вот здесь мы можем хорошо снять спину и плечико но при этом у нас пол лица будет нехорошо а если мы хорошо светим тепло лица то тогда вторая половина лица вылетит и люди это просто не понимают они не понимают что существует сцена где не надо блин в лоб снимать нужно поменять тут освещение повернуть модель дождаться другого времени то есть изменить условия изменить эту сцену эта сцена она не снимется хорошо без коррекции какой-то например отражатель притащить и подсветить тени и тогда станет лучше но люди не они думают нет ну то есть они просто не мыслят этим мыслят только выбором экспозиции фотик это как мы видим по чату многие выбором экспозиции при съемке не мыслят они просто фигачат а потом будут что-то там тянуть в редакторе дома и получится вот такая хрень вот вот это к сожалению большая самая большая проблема мы сейчас с вами получимся немножко по-другому относиться к позиции вот тоже вот смотрите ну чрезмерная контрастная сцена вот и вот пример другую сторону да то здесь темную провалилась как это выглядит есть светлое просветилось ну вроде здесь все есть плюс-минус но это некрасиво то есть эстетически это нехорошо и это нехорошо и очень важно это понимать нету горят ангел же но если вам нужна фотка ангел это наверное нормально всегда конечно стоит вопрос задачи выразительности мы об этом сейчас поговорим но если вам нужно фото на бейджик для прохода в контору или в личное дело то наверное не очень хорошо да нужно чуть потемнее свой сделать вот вот кстати пример о допустимости здесь мы попадаем некую серую зону которая хочу сразу поговорить вы должны понять дело в том что ничего не зависит низкий высокий ключ низкий и высокий ключ надо уметь делать это плохо исполнены низкий ключ где все провалилась можно снять таком же низком ключе но не провалив то есть сохранить детали одежда а это плохо исполнены высокий ключ который хреново смотрится и неуместен опять же можно снять высоком ключе но гораздо более аккуратно где все останется и фактура кожи везде останется и есть люди которые умеют снимать в таком стиле да вот и здесь это плохо исполнены низкий ключ и плохо исполнены высокие вот это нужно понимать вот да здесь еще не нет но здесь средний это средний низкий частично вопрос не в этом короче вот смотрите вот это например это хорошо исполненный высокий ключ то есть здесь что здесь до вылетает кожа но она очень разумно разумно по сюжету по свету по его направлению да то есть не не проваливается у девушки пол лица а как вот здесь и не выглядит некрасиво а как раз здесь все хорошо то есть есть макияж и губы рот глаза хорошо выглядят до кожи выбита контрастно но это прикольно эмоции считываются то есть все как надо и вот нужно это чувствовать к сожалению нет то есть формально можно сказать ну тут вот на грани пересвета и ключи тут тоже почему ты говоришь медведев что вот это плохо а вот это хорошо а потому что это уже эстетический критерий то есть когда экспозиция находится своих крайностях и какие-то да это есть фон умерт собственно говоря и когда какие-то истории ну то есть каждый раз вы должны принимать решение вот иногда крайне значение экспозиции это красиво и круто я сегодня покажу примеры а иногда откровенно уродлива как вот тут уродлива это плохо вот здесь уродлива это плохо вот здесь уродлива это плохо вот здесь уродлива это плохо а вот здесь хорошо вот поэтому вы должны для себя дать ответ что можно проваливать а что нельзя как должен быть направлен свет и так далее или вот например тоже фон умер тоже смотрите достаточно ярко но на грани но здесь остается все что надо в частности эмоции все дела и направление света такое что у них не съедает там по улица и одежда не провалилась как видите вот смотрите задачи это нас вечно преследует давайте посмотрим примеры жизни как раз разберемся ставьте лайки вот например снимаем мы каких-то детишек здесь на детишках света больше на людях которые стоят дальше света меньше они стоят как бы в тенечке да и очень хорошо вот здесь стоит вопрос выбора то есть можно сделать экспозицию такую чтобы людей кожа была красивее и светлее но тогда девочки вылетят можно сделать экспозицию по девочкам тогда люди провалятся здесь конечно главный герой эти две девочки на переднем плане поэтому фотограф сделал по ним экспозицию они в резкости люди же не резкие играют второстепенную роль окей можно простить но если бы эти люди были главные то уже это было бы непростительно вообще групповых фото всегда возникает вопрос самое главное чтобы освещение было примерно одинаково чтобы не получилось так что один человек там вылетает плюс другой минус вот но освещение одинаково не всегда хорошо например в данной ситуации это частая ситуация когда есть какой-то неприятно яркий контрастный свет людей от этого света отвернули то есть фактически они почти спиной к солнцу но получается что они они немного нехорошо выглядят да то есть нельзя сказать что вообще они освещены идеально у них лица и по геометрии не очень хорошо и вот эти мешочки по моим лиц такие сероватые грязноватый здесь экспозиция одинаковая у всех лиц но она не оптимальна но с другой стороны если делать и светлее то он начнет там зад вылезать то есть 10 не оптимальное расположение людей опять это вот тот случай где но для этого случая фотограф плюс-минус подобрал экспозицию нормально хотя вот эта грязь когда вот она видна то есть видно вот это вот цвет кожи такой видите такая землистость это как раз следствие того что ну темновато подтянули да потом обработкой контраст реальной жизни был выше это подтянули обработкой но вот как видите как вот это никон хорошо тянется вот посмотри как хорошо никон тянется тянется то хорошо но потом смотришь на лице красивыми их не назовешь в принципе люди улыбаются и ладно не то чтобы совсем безумно важно но есть такие нюансы вот другая история здесь свет прямо на лицах он хороший яркий но одна из сильного контраста да это более прямой солнечный свет и можно было отвернуть его так делать можно вот так на солнце здесь начинает одежда слишком контрастный выглядит слишком такой провален то есть перепад между лицами и шмотками он немножко неприятным они такие закон тращенный прям тоже теневая сторона льгот здесь такая про и мы вечно вечно с этим сталкиваемся особенно групповые портреты и так далее это правда вот здесь вот человек снимал портрет это школьный фотограф какой-то да это класс он хорошо осветил всех школьников то есть лица у школьников примерно одинаковые чуть-чуть там теньки снизу может я чуть бы здесь заполнение добавил но окей неважно принципе нормально но здесь какое какая здесь проблема здесь сам кабинет становится мрачным и темным автоматом то есть потому что его освещение выровняно ровно по людям хватает на людей но там на задний план его не хватает а то может быть расположить можно было еще конь вспышечку подсветить заднюю стенку чуть-чуть повесели что пободрее было получается так немножко мрачном пати вот тоже момент то есть когда мы здесь мы заботимся хорошей экспозиции именно лиц людей но при этом у нас начинаются проблем там задником допустим вот и да но объем назад ну вот всегда есть то есть я вам для чего все это показываю том что это многомерная задача и здесь нос вытащишь хвост увязнет то есть очень часто невозможно сделать все идеально по крайней мере не изменит например здесь нужно до полу добавить света на заднюю стенку то есть нельзя просто снять нельзя просто снять эту картинку до школьники с оторвана от фона вот фонде стимного чуть посветлее хорошему чтобы настроение было более правильно вот подсветить а смотрите значит хорошая экспозиция это очень сложный вопрос потому что у вас есть много всего примеру с может быть темная одежда но он хочется чтобы сохранялся это объем она была видна у вас есть ой ой как у меня соскочила сейчас немножко прига да вот вас есть лицо вы хотите объем лица у вас есть волос у вас есть белая рубашка и вот это все надо учитывать да и нужно найти такую экспозицию и расставить так для себя приоритеты чтобы было хорошо например при очень многих схемах света не сашка я не верю что школьникам плохо на хорошо но я говорю что есть вот нюанс на здесь выбор в пользу ребят потому что задняя стенка не так важно вообще это по-хорошему могло быть еще лучше можно было там сзади отдельный источник просто его не был нужен еще источник подсветить эту стену чуть и выровнять приподнять и не говорю что плохо игру как могло бы быть лучше так можно мыслить но конечно это гораздо лучше вот это например плане освещения на лицах и того как сделано но смотрите вот здесь сделано совсем хорошо слинности большинстве случаев если вы будете снимать такой сюжет то контраст между лицом и темной одежды будет у вас выше и одежда потеряется и станет более мрачным вот но здесь она конечно подсвечен то есть здесь такой контраст сцена так что выбран плюс задние стенки давите там видно стенку видно пол на них какие-то лучи света лежат неравномерные которых тоже делают чтобы они не проваливались и вот это очень сильно зависит от сцены вот здесь темное платье ну на грани но его видно то есть видно все текстурки все дела а лицо наоборот на грани пересвета но тоже не вылетела то есть мы уложились диапазон камеры хотя еле-еле со скрипом да вот скула уже почти пересветилась а одежда здесь почти провалилась но слава богу не совсем она вот такая нет такую текстуру бархатную и она видно вот а вот этот случай где мы уже ну точно пересвет яркое солнце слишком контрастно и здесь уже ничем не поможешь а вот в случае человек который это снимал да он считает что это художество то есть он нарочно так сделану смысле вот у него есть свет на пол лица пол лица в темноте и он считает что это круто я вот это вопрос уже сугубо эстетической да то есть тут нужна оценка не только технического эстетической да я считаю что как глаз второй полностью так ушел это слишком слишком большой контраст если бы заполнением чуть приподнять пускай план лица будет темная половина светлая но там надо немного наметить что то вот то есть для меня здесь чрезмерный для меня вот здесь чрезмерный контраст светлая щека слишком яркая темная слишком темная хотя тут глазик виден и блик ним просматривается это уже круче но все равно здесь чрезмерный контраст а а вот здесь вот контраст мягкий смотрите и тут все видно то есть во первых половина лица здесь одинаково симметрично это лучше я считаю задник здесь не провалены то есть за девушкой сзади там есть тоже какое-то пятно и она сама у нее вот есть темные зоны и света но там везде все видно то есть более не более хорошие сцены менее контрастная правильной экспозиции выбрана ну еще раз говорю все время вопрос выбора вот например здесь специально под провалено тело почему чтобы не ну там не было видно то что не надо то есть так на грани уходит да и вот я делаю выбор я делаю эту фотографию у меня человек в принципе темноватый частично провальный но в этом есть интрига я принимаю решение говорю ok хорошо я провалю там часть плаща но у меня задник посветлее значит фигура выделяется вроде ok и вот это будет некая интрига чтобы было любопытно чтобы не все было показано вот это решение каждый раз мы сами или вот здесь там игру туда светло достаточно светло но в моем понимании здесь хороший контраст то есть тело все-таки не вылетает до темнота не провалится мне нравится такой контраст если бы он был выше мне бы уже не нравилось вот там или вот здесь вот здесь тело очень светлые волосы очень темные но я считаю что допустим оставляю вот так хотя можно было чуть поменьше сделать тело потемнее но будет менее гламурным но более объем ну я вот решил пускам будет здесь более плоская зато все так смотрится светлое в таком настроении короче смысл заключает следующем что как таковой правильной или неправильной экспозиции не существует она существует только для вас в рамках вашего выбора то есть нельзя ким нет кто-то прибор или какого-то способа там неважно гистограмму смотрите еще замеряете каким-то супер сложным образом какой-то вы справочник использовать чтобы кожа всегда была вот такого то яркости все это чушь вы должны в конце концов доверять некому своему эстетическому чувству которое вам должно говорить вот это предел допустимы так светлому еще светлее уже нельзя или там пуск вот это провалить я могу но вот ни в коем случае нельзя там проваливать эти облака сзади здания они должны быть видны и это меняется от кадра к кадру то есть каждом кадре есть свои какая свои какие-то соображения на из соображений ну не надо так сильно убивать черную половину лица это не клево есть сюжеты ситуации эмоции где-то клевые герои но не здесь и вот к сожалению вот это вот проблема она очень сложная то есть правильной экспозиции какой-то вот такой просто правильно не существует с позиции эта история трудного выбора который вы должны сделать и вы должны расставить акценты прийти это решить сами для себя как вы хотите потому что номер фон унверт решила что она пересвечивает это классно она делает это красиво научи все остальные элементы учтены то здесь пересвет красив а вот этот пересвет он ну не красивый как ни крути или вот это вот тоже это некрасиво это слишком и вот это нужно чувствовать это чувство меры и вот с этим самые большие проблемы экспозиции но мы с вами постараемся посмотреть картинки обсудить как-то привить вам чувство меры лайки ставьте то есть есть ваш выбор да и иногда я выбираю сделать темновато то есть понятно что вот эта картинка в отношении пленки все то же самое то есть и в отношении пленки ты тоже можешь снять темнее светлее застет настроение то есть что пленка что фотоаппарат имеют свой диапазон у них немножко разная фактура пленка лучше прорабатывает светлая то есть у нее там пленки светлая не так выбивается быстро соответственно светлым у нее там лучше но хуже темное вот цифровые фотоаппарат лучше прорабатывают темно но хуже очень светло но и там и там есть диапазон и там и там все равно ты понимаешь решение что на пленке будет потеряно что войдет в нее то есть не та же самое здесь пленка тебе никак не помогает неважно тебя матрица или пленка у них есть диапазон у них есть какая-то характеристика что они там лучше захватывают что хуже что уже не видят и ты вынужден знать вот причем пленки разные проявка разная матрицы разные тоже фотик в разных режимах ты должен хорошо знать свою матчасть и с учетом своей техники как раз балансировать на этих гранях чтобы картинки были выразительные вот здесь пример просто представьте мысленно если эта картинка будет светлее принципе она будет правильнее по экспозиции здесь есть запас тут ничего белая не вылетал можно эту картинку был сделать светлей вот волосы бы чуть приподнялись у девушки и так далее но давайте поговорим о настроении напишите мне в чате вот если эта картинка будет светлее на ступень на полторы она будет лучше или хуже по настроению с вашей точки зрения вот это интересный вопрос да вот видите то есть кто то говорит что будет лучше но большинство говорит что будет меньше драмы пропадет драматизм станет обычный станет банально надо пробовать да но у меня видела светлее вот ну моем понимании мне достаточно опыта чтобы сказать что конечно здесь же ну сама игра сама суть картинки какая есть такой парень который играет такого брутального не дотрогу а девушка вот его к нему бы ластиться и в принципе в этом настроении таком рок-н-ролли на рок-н-ролльщик он такой здесь хорош такой контраст то есть если эта картинка будет светлее на ступень может быть еще не будет но если будет сильно светлее она точно потеряет вот эту вот она потеряет вот эту харизму и это просто будет видно да она станет более документально вот смотрите этой истории выбора вот другой выбор да ведь и другая пара и здесь какую сторону я выбираю то есть я выбираю пересветить наоборот да практически на грани на грани пересвета здесь очень снято то есть вот здесь я убираю пойти в минус от нормального от того что предложит это можно было еще темнее не наверно еще не надо тут уже достаточно потому что дальше начнет теряться фактура здесь все-таки есть какая-то вот какие-то зернышко текстура какие-то предметы а если сделать еще темнее то потом особенно отпечатки там будут уже совсем просто проваленные зоны может быть на экране телефона ok или там компьютера но на отпечатке будет уже плохо вот та харизма это важное качество кадра вот и смотрите и вот здесь здесь все наоборот есть если эту картинку сделать темнее она потеряет вот эту свою энергетику то же самое показываю пример мне нравится эта фотка получше я до посмотрел бы на твои здесь вопрос не в том что там лучше это обе очень классные фотографии вот это коммерция и это хорошая коммерция и эти фотографии харизматичны но они харизматичны разным приемом то есть что здесь нужно понять на то что здесь отклонение от средней такой типовой экспозиции используется для того чтобы создать какое-то настроение вид ощущения картинки и обе эти картинки будучи экспонированы по гистограмме где-то посередине вот правильно они потеряют вот эту передачу настроение вот я не зря показываю а вот тут средняя на здесь картинка направлена максимально четко здесь вот голова человека очень средняя то есть здесь минус не уходит и в плюс не вылетает прям это идеально в середине сидит и это такой стиль то есть но такой пиданский стиль да как бы здесь уместно вот это еще разбирать мари ты говоришь 1 крутая вторая это просто твоя вкусовщина то есть вот тебе сейчас нравится это или то я не о том говорю я показываю примеры работ которые как именно отклонение экспозиции создает характер что это хороший инструмент вот приходите учиться на учусь на так посмотрите и здесь супер ровно то есть у него есть более светлые лица и более темные но между ними нет сильного перепада они все где-то в серединке вниз темная зона у нас там сразу что-то видно у него есть светлая ярко наиболее рубашка вот и на лбу пятно это тоже не не вылезает да через год другой понравится не в этом вот поэтому каждый из вас должен ответить то есть к чему это все показываю вас свой вкус у меня свой я ничего не диктую не нравится вам так снимать и так то есть ну вот сейчас человек говорит не это меньше нравится то больше окей ну то есть мы снимаем вот такие картинки и не снимай вот такие то есть тебе нравится вот такой работает а человек время те надоест и ты потом по такое будешь снимать до вот но но здесь что здесь вопрос в том что в этих трех кадрах у весь вот средний экспозиции светлой экспозиции темная экспозиция и она математически не самая правильная автомат был автомат вашего фотоаппарата выбрал бы не такую то здесь это по раз делал бы посветлее кадр 10 сделала его потемней а вот здесь вот до здесь он такой бы выбор Здесь примерно в середине автомата И поэтому это очень интересный вопрос И вы должны для себя как-то с этим определиться И начать нужно с простого Сейчас расскажу, как можно выстроить понимание То есть у вас может быть свой стиль экспозиции Смотрите, о чем я говорю Нет какой-то одной правильной экспозиции для всех У вас может быть свой стиль экспозиции То есть как бы вы можете Причем для разных съемок он может быть разный То есть можно экспозицию в неком стиле осуществлять Не обязательно ее всегда делать правильно и одинаково Это очень интересная мысль Но здесь нужно определиться Чтобы не впасть вот в такое Вот в это все, вот в это, в это Это уже чрезмерно Нужно определиться с границами Вот есть какие-то границы То есть что допустимо провалить, выбить А что нет И вот смотрите, я просто покажу тоже пример Вот картинка Здесь очевидно Здесь есть статуя И экспозиция здесь сделана именно по девушке То есть немножко страдает здесь темная обивка Она уже такая слишком темная Начинает проваливаться И немножко страдают здесь статуи Они уже подвылетают Потому что они более яркие Ну мрамор ярче И на них больше света Но главное здесь, конечно, героиня Очевидно, это балерина И вот у нее есть 50 оттенков серого Вот эти все ее оттенки и градации Которые возникают за счет наслоения от прозрачной ткани За счет того, что у нее юбки, эти одежда Сзади темный фон, как все это просвечивается Вот все эти градации Это в первую очередь то, что нужно лучше всего передать И здесь выбор понятен То есть здесь экспозиция по главному объекту Вот есть этот главный объект И пускай чуть-чуть пострадает что-то там вокруг Но он идеально объемный Лучше всего будет передан Да, правильно, молодцы Вы начинаете это понимать То есть вот Диана говорит Получается экспозиция зависит от сюжета кадра Да, то есть вы должны понимать Что для вас в кадре важно И какое настроение вам желанно Здесь вот девушка снята в принципе Чуть темнее, чем могла быть Да, в принципе наше восприятие балерина Обычно посветлее Но она чуть-чуть темнее так немножко Но зато супер объем Она в середине Вот, и это очень важно И я называю это выразительностью экспозиции То есть когда вы осознаете свой кадр настолько Не просто вот щелкнул с каким-то настройками А вы его видите И вы понимаете, что какие-то элементы в нем светлее Какие-то темнее Какие-то более важные Какие-то менее важные Вот вы проводите эту грань Вы говорите, я буду делать экспозицию по этой девушке И она должна быть там средней Или она должна быть темной Она должна быть светлой В зависимости от настроения Я буду делать экспозицию по парню И он будет у меня темноват Здесь я буду делать экспозицию по ребятам они будут светловато здесь я буду делать экспозицию тоже по парню будет у меня в середине здесь у меня девушка будет середине какие-то элементы там выйдут это просто нужно все знала и сознавать чувствовать и думать об этом именно в таком ключе вот это называется выразительность экспозиции это очень классный подход когда с позиции становится для вас инструментом не просто соответствие какому-то правил делать как все ровненько средненько это скучно а выражать ваши отношения ощущения путем того что экспозицию вас гуляет туда-сюда если времени нет нужно быстро думать вообще вот например ну это вопрос опыта у меня достаточно большой опыт и стрита и репортажной фотографии начинал я с этого ты просто заранее оценивать ситуацию братья темная стена идут люди да значит нужно экспозицию поставить так чтобы стена была потемнее она не вылетала то есть поправка сразу в минус и люди наоборот на фоне белой стены на фоне неба поправку в плюс это из опыта оценивается заранее на стрите на заранее накручиваешь поправку и уже ловишь момент вот ну и плюс тоже хорошо чувствовать свою камеру то есть понимать вылетит нет какая там поправка и так далее нет не надо обработка здесь очень хорошо эти статуи вокруг дают границу они делал том что они все равно наши героини главное они как бы круг нее расширяют рамки что-то добавляют и хотя они более яркие они такие большие не такие важны они подальше центра здесь очень хороший баланс я не стал бы тушить статуи если их притушить будет не прикольно как раз будет невыразительно но это вопрос вкуса и цвета вот еще вариант смотрите здесь игра связана с бликом здесь экспозиция сделана специально достаточно такой светлый картинка не контрастная и это создает некое настроение и хотя здесь вылетает что-то и можно было формально сказать что давайте чуть потемнее сделаем чтобы не вылетала вот но вот это вот здесь вот как бы это та экспозиция должна этому кадру но заметьте здесь сами герои они не побиты светом они мало контрастно но их видно самое главное да здесь эта девушка и и голова и как держит парень и вот здесь несмотря на маленький контраст и засветки сделал здесь все очень хорошо проработано ничего не потеряно все видно вот это вот такое умение делать может быть экспозицию неправильной но при этом не терять детали и так далее да и тогда сияние не было бы все правильно сделать экспозицию потемнее сияние потухнет резко чем здесь оптика работает нелинейно то есть как только вы начинаете тоже кстати на опрос тянуть дело то что тянуть ты можешь но если ты снимешь потемнее потянешь что не будет вот такой засветки то есть вот еще один пример за то что снимает сразу вот эти эффекты нелинейные оптические засветки падения контраста они не будут работать если вы будете создавать потом не хотя конечно люди делают люди вот эти блики рисуют при обработке там я знаю это я люблю вот натуральная настоящая получена именно оптикой и вот это кстати еще один пример где вытягивание не поможет сделать такую же картинку можно сразу так снять еще один пример вот или вот смотрите здесь очень мягкий контраст тоже да и достаточно яркое лицо но он закрыта листиком в этом игра но на заднем плане много листьев они темные но они не ушли в ноль не там сохраняются вот этот перепад вот если бы там все это ушло в черное это было бы не круто здесь именно вот такой перепад который есть он крут и как это делается сейчас скажу маленький секрет да то есть здесь вы не вольны выбирать контраст при съемке но вы просто можете экспозицию сделать но вы здесь должны отрегулировать расстояние насколько глубоко модель в эти кусты загнать то есть чем чем сильнее она выходит из них тема становится ярче и соответственно если она к нам ближе будет сзади станет уже темным если она вглубь зайдет да она станет тоже такой темный невыразительный объем на не потеряется вот есть какое-то оптимальное расстояние вывод загоняя то есть где расположить модели где задник между ними взаимодействия чтобы разница света между ним было не слишком большой но было вот селение матрицы влияет на взаимно на взаимный контраст что там что там например падение контраста из-разведки не все так просто ты сергей продолжает спорить но не все так просто попробуй поэкспериментируй ты как бы ты говоришь сейчас это общепринятые общепринятые вещи которые сходятся из того что матрица это идеальная линейная функция абсолютно без искажения внизу и наверху что не так внизу у нас есть шумы наверху у нас есть искажения там нелинейные эффекты вот а в твоем понимание если в работка все равно компьютером ну в камере а в своем понимании матрица что-то сферически идеальное просто от линии которые можно крутить как угодно это не так на практике если возьмешь и сфоткаешь этот сюжет с разными значениями дальше по вытаскиваешь и посравнишь увидишь что не все так хорошо да вот пробовал ну вот в том-то идти ну да квадратично это если говорить по битам или нет здесь линейности имеется ввиду двоичная вот там есть особенно края там хорошо очень видно хорошо покажу чуть позже вот или вот пример смотрите здесь слишком яркое солнце снаружи и нам придется что-то потерять то есть но но мы получаем хорошо проработанную модель то есть объем ее тело если мы сделаем экспозицию темнее мы сможем вытащить модель но будет не так хорошо именно объем тела вот эти блички на нем это будет не так классно смотреться то здесь я принимаю решение говорю да пускай вот это вылетит и потеряется это в принципе не такая большая зона небо это не так важно вот а одно зато модель у нас будет по объему сделаны на как на это очень часто или вот история тоже посмотрите здесь даже вопрос расположения бликов кстати играет роль чтобы они были не на модели по сторонам вот вопрос тоже то есть очень часто я использую неправильную экспозицию но для создания каких-то таких приятных эффектах и совмещают с бликами с другими штуками с другими эффектами оптически и теперь вот я щас просто объясню простой момент если у тебя сразу правильная экспозиция строишь кадр ты видишь как лежат блики как засветки портят контраст и сразу видишь на экране всю эту картинку именно такой на я сразу даже тебе включая и ты балансируешь эту картинку в том числе пабликом ощущениям сразу как надо а теперь представьте если вы снимаете если вы снимаете то что ребят воду raw и jpeg у меня с отдельное видео где объяснил конечно можно сидеть и всегда вынимать миллиметры из рава но здесь есть два предположения первое что есть на это время меня вот нет я вот так сразу снял и пошел это достаточно есть разумная достаточность у меня хорошие камеры они хорошо снимают jpeg там все есть что нужно из тех ты ставишь хорошую экспозицию и второй момент ты исходишь из теории что твоя работа с картинкой более классная чем работа камера но хорошие камеры гораздо нежнее лучше работают и с цветом и с контрастом чем многие фотографы которые вот все пережаривают я это уже видел неоднократно я видел как снимает человек на лейку если вам взял jpeg из лейки там были бы гораздо приятнее цвета но берет рава начинает их обработать они становятся как fuji к вот такие же пережаренные тени желтоватые вот это все то есть проблема заключается еще в том что очень часто фотографы не такие не с таким вкусом и не так хорошо работают как цвета которые подобран даже производителями камер вот и поэтому хасили хасили джипеги как раз делает очень качественно шикарно совершенно и не надо там рав даже трогать у него огромный диапазон все джипе хорошо укладывается хасилип работал у них есть внешний коралор solution то есть вот они работали на натуральном классно цвета и делать такой офигенный цвет сам ты такой фиг накрутишь но это надо понять посмотрите посмотрите мой стрим про ура 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 против джипег и на все это объяснил суть заключается в том что если бы человек был идеален с идеальными глазами идеальным монитором идеально обрабатывал ров был бы всегда лучше очень часто люди я смотрю огромное количество работ фотографов они портят не улучшают а портят кадры обработкой своей но нужно недостаточно вкус и умение хорошо обработать монитор у них не очень и так далее вот и поэтому я сторонник съемки как ни странно сразу и такой настройки использования техники чтобы было сразу хорошо и я еще хочу сказать что вот здесь нет вот мне спрошу если отражатель нет здесь нет отражателя это вот так поймана нюанс на именно экспозиции да и оптикой хороший такой красивый винтажная оптика плюс экспозиция и как раз это тот случай когда сразу смотреть на картинку вот с учетом всего ее вот этой мягкости а не потом это вытягивать в обработке если снимать это сейчас другой экспозиции то не будет видно этих эффектов этой мягкости они по их можно может быть ведь он проботка ты будешь строить кадр вслепую это будешь строить кадр более банально и будешь чувствовать вот этих вот бликов этой красоты и всей вот это вот воздуха такого некой дымки и вот чтобы это чувствовать необходимо 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 слушайте там уже раздают советы горе фотографы вам ну давайте посмотрите что я расскажу и про режимы в частности потому что вам что советов надают я не очень согласен так далее вот давайте послушайте что я расскажу лучше да и вот соответственно вот эта вот история она налево и направо у меня то есть здесь кстати немножко сделано чуть темнее чем надо но это вот легкая такая даже вот там сзади небо но чуть серы вот это серы создает настроение как бы вот здесь вот девушка под провалину почему потому что это дочь и чтобы ощущение ночи осталось нужно немножко подпровалить ее одежду но на лице свет есть и вот в данной ситуации если сделать светлее то потеряет свое ощущение на что ночью машина с парами вот это хороший 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 момент вот и то есть даже например вы хотите передавать какой-то настрой например настрой такой вечер буря такая чуть такой непогода ветер и вы делаете от настрой за счет экспозиции это тонко здесь чуть чуть темнее чем сделал бы типовые фотограф и чуть буквально на треть ступени на половину ступени вот приглядитесь и посмотрите на это вот здесь чуть темнее чем надо вот именно это чуть темнее создает такой объемности отличие этих снимков от типовых должностям добавляет это очень тонкая работа с экспозиции да как понять на экране вот тоже пример здесь опять же смотрите это тот случай где экспозиция сделана не по девушке а по небу девушка темнее чем надо выпускает даже прикольно экспозиция сделана именно по небу чтобы она была более такого чувствовалась объемная такой драматично здесь я ставлю экспозицию больше ориентируясь на небо а на тучи здесь важнее человек здесь как бы функции этих туч и настроений мы же не через разглядывание человека здесь получаем информацию ощущения его позы и так будет считываться даже если будет полностью просто силуэтом на достаточно считать позу поза видна но основное настроение и цель формирует цвет и драматичность неба и вот здесь экспозиция по ним да поэтому ребята разная экспозиция рада здесь это как раз чувство вот спасибо большое что вы оценили и поняли что это шикарные примеры и действительно там чаще работа с целью со светом это на ощущение света экспозиции вы много-много лет и тренировал видеть глазами вот эти нюансы и настраивать технику так чтобы она мне сразу выдавала очень нюансную картинку который уже несет настроение а не потом идти вот редакторе пытаться получить это настроение такие будут картинки вот эти переобработанные пережаренные вот я не люблю пережаренные люблю мягкое классное натурально это как бы это вот как одежда сразу пошитая по вам она хорошо сидит это качественно и это сразу вкусно это как мясо приготовлено очень просто но из качественного исходника то есть очень просто стейк 10 минут жарки но он но уже прожарен очень точно 11 минут плохо 9 минут плохо то есть очень точно экспозиции сразу результат без обработки я пытаюсь разная экспозиция разное настроение смотрите то есть вы должны понять что в одну и ту же сцену можете показать людям разному зависит от того какую экспозицию выберете можно этим пользоваться не стесняйтесь пользуйте делать светлеете мне не проблема вот да вот это пережаривание это очень-очень нехороший стоит ну вот а где их оставлять если даже карапахуру многие твои друзья по чатику пережаривают как не в себя ну то есть сейчас до сих пор многие жарят вот при этом у них и 100 исходник из фотика может быть мягче и лучше они берут и жарят потому что фотограф должен контраст разогнать почему не обязательно смотрите значит главный объект главный объект это очень важно понять что на фотке для вас главное и мы с вами уже говорили да то есть например здесь главный не девушка туча небо вот здесь вот главное даже тоже не столько девушка сколько скорее эти цветы цветы их вот объемность экспозиции здесь важнее она просто интегрирована у них у него главным лицо было видно здесь тоже вот окружение играет роль здесь машина главное то есть главный объект здесь не не наша героиня вот этот автомобиль это автомобиль должен быть темным таким мрачным вот и здесь да здесь самое главное это вот его лицо но нужно быть таким сероватым землистым немножко болезненным потемнее и вот надо себе ответить на вопрос да какой объект главный экспозицию устраивать по нему не всегда это примитивно то есть не всегда это просто например герой портретива всегда не в каждом кадре он главный вот это вот а все всегда экспозицию стоит только по главному объекту вот дальше еще один момент нужно понять мне здесь дырка не сильно закрыта это сбалансировано видите задник подразмыть чуть-чуть это объектив 35 миллиметров на лейке и здесь дыра где-то в районе 4 4 то есть там размыто но не слишком сильно на 35 миллиметров 4 5 и 6 может быть как то так вот там ведь уже размылось пошло видно по рисунку что это не 50 а 35 более такой агрессивно немножко размытия но хотя вот и при этом здесь вот все резко и очень четко видите какая хорошая передача одежды все здесь прямо видно окей значит смотрите есть еще один момент который ну вот правильно любовь к ярким мировоглазным фоткам это от серой будничной жизни это вообще не такой низкий уровень то есть когда человек сперва потреблять нужно просто побольше кетчупов да вот он берет какой-то некачественный бургер там если у тебя некачественные сюжеты некачественные герои вот туда нужно налить побольше кетчупа если у тебя классная одежда классное место вот просто смотришь вот это же классная классная пижамка она офигенная не стекста нюансы это хорошая одежда клёвая пижамка действительно вот как из прошлого времени этому надо все показать здесь не нужно пережарить уж пережарка просто блея изучать красивое лицо у него хорошая кожа то зачем там жарить зачем там ретуширует зачем там разглаживать исправлять то есть нужно просто я вот и сказал эту метафору что нужно если у тебя хорошие материалы сходные нужно просто не испортить но не надо чрезмерно его перед переготовлю до английская пижам вот еще интересный момент что существует два контраста и люди их часто путают есть контраст исходной сцены мы об этом говорили есть контраст изображение которое получается и вот смотрите очень прикольно вот здесь вот исходная сцена здесь сцена будет менее контрастной картинкой а эта картинка выглядит более контрастно но это уже следствие того что контраст завинчим на фотике то есть здесь с пониженным контрастом снималась хотя реально контраст примерно одинаковый здесь снималась с повышенным контрастом хотя тут свет от окна и он не такой уж и агрессивный мне хотелось получить здесь большую драматизм и вот тоже очень интересный момент что нужно разделять то есть есть исходный контраст сцены там его главное снизить чтобы он для сфотик но потом когда у вас хоть кистью вы можете этот контраст завышать причем вы мне скажете ты же против обработки так нет проблем вот залезь меню фотику тебя там можно сразу в жипе xd low контраст средний высокий то есть это можно строить сразу при съемке и иногда тоже повышение контраста может быть выразительным средством когда конечно уверен то есть когда ты понимаешь что у тебя ну ты вылетел немножко футболка но не слишком сильно провалилась вот эта одежда но тоже видите не до конца то есть тут все видно то есть пределы допустимого контраст разогнан но при этом это хорошо выглядит то есть видишь все что нужно и грудь там и окрашение на лице все видишь хотя может быть это и к и агрессивного тут поджарен но здесь это принципе хорошо вот а здесь помягче чтобы не права здесь тоже искать экспозиции здесь все-таки темнее среднего на то есть что-то этот блик чтобы выделялся вот если сделать посветлее экспозицию то этот блик не будет такой четкий там свет этом приоткрыл дверь от прям свет попадает на эту русаловичу штуку делай блик и так как рыба она блестит чешуя хочется чтобы блик был чтобы этот блик был виден он не нарисован фотошопе то нужно сделать спать было чуть чуть потемнее чем выдает фото по умолчанию что я сделал смотрите на контраст сцены исходный влияет что объекты то есть например если это герой его одежда вот кстати даже черная одежда не одинаково бывают очень глухие черные вещи наоборот очень вырви глаз белый яркие такие неприятные а бывают вещи of white которые белые но такие бежим мягенькие да не слишком агрессивно зеркальные или темная бывает когда с текстурой то есть не провалится 0 вот как темное пальто но в нем есть фактурка текстурка какая и это очень важно то есть мы можем выбирать героев да ну и допустим ладно героев мы не можем брать мы можем брать одежду можем брать фон за ними мы можем с первую очередь это освещение конечно же да вот тут добавлен блик с путем открытия двери вот здесь вот там свет такой то есть можно было разместить героев развернуть по другому под свет если надо вот и а вот эта вот история то есть контраст сцены вы регулируете тремя методами освещение тут и отражатель и работа с освещением это не только свет они только лампочки отражать например просто ориентация модели то есть например снимать вот так там один свет снимать вот так другой вот так 3 и очень часто когда мы в силах вполне развернуть модель даже на улице бывает свет неоднозначен он там скажем если это улице он идет по какому-то направлению там лицом долю лица одно поперек другое другой контраст дугащи дальше можно выбирать фон за моделями да тут два дома один дом светлый другой темный вот выбираем какой нам нужен или там деревья там более темные деревья такие в тени или более светлые где солнышко пробивается и сам объект собственно вот его можно по-разному одеть еще что-то сделать мушкин тему предметы там дать руки и так далее это все влияет на контраст сцены и с этим можно работать то есть не надо думать что вопрос только в том как сфотографировать и обработать можно еще работать с этими вещами вот вот здесь например куча работы то есть обратите внимание расскажу секреты сейчас вам вот смотрите пальто да но имеет текстура да не совсем глухое черное такое серовато и это здесь помогает чтобы она не проваливалась дальше рубашка на нем не белая то есть рубашка была зеленая такая ну здесь не видно в чб ну короче рубашка имеет она мягкая на сверху воспринимается в чб как тоже как белая но они белая это давайте горит серый бежевая там с оттенком вот дальше основное да свет очень круто выстроен на лице тут есть 55 источников то есть ну здесь не все видно утра но 5 то есть смотрите видите подсвеченную щека подсвечены волосы что-то в темноту не уходила то есть это работа и есть свет на фоне то есть работа с фоном тоже да вот брошенные линии света на стену и на пол чтобы там не становилось плоско не становилось просто темно и вот таким образом 10 с объектом поработали по одежде и по освещению его и с фоном поработали вот со светом поработали и получается очень очень классная картинка вот так смотрите думать ну просто хороший фотик там хорошо настроил не придете в студию это постоянный свет кстати без то есть это выдавает придите в студии возьмите постоянно свет попробуйте снять также объем это именно работая со светом здесь не поможет никакой фотоаппарат окей хотя это хороший фотоаппарат смотрите дальше бывают сцены разной тональности вот мы об этом говорили высокий низкий ключ и для них хорошо разное для высокого ключа например здесь нужен и фон белый до чтобы это все открылась как все было светлым да и освещение одного типа для низкого ключа может быть какое-то другое освещение может быть провалить захотите то есть это тоже надо учитывать вот есть темная тональность в среднем до средняя тональность может быть какая-то светлая тональность сцены здесь вот белый песок и так далее это очень важно то есть то история все это должно гармонировать смотрите дальше а на контраст картинки что еще влияет то есть если на контраст сцены влияют вот объекты фона освещения собственно мы можем со всем этим работать на контраст картинки влияют такие вещи во первых матрицы а то есть фотоаппаратов разные поколения матриц у кого-то здесь и ступени влезает у кого-то 15 меня слава богу на мои аппаратах сейчас на всех влезает по 15 ступеней на основных и поэтому я могу себе позволить jpeg снимать у меня конечно картинка гораздо лучше помещается особенно контрастный дальше изо чем выше вы ставите изо тем меньше у вас динамический диапазон то есть и начинает карта состоится более контрастные а если это будет как раз донежать на будет грязно приятно то есть вам все равно придется иметь дело с более контрастной картинки на вытягивание из роут тоже чем сильнее вытягиваете тем меньше диапазон сцены то есть хорошо вытягиваются сцены не контрастные очень контрастные сцены тянутся хреновенько. И вот, соответственно, если вы хотите тянуть RAW, обрабатывать там, если не сразу убирать экспозицию, а типа ладно, плюс-минус ступень потом, вот тут нужно как раз сцену с низким контрастом, по возможности это вам поможет. Ну и, собственно, как камера делает JPEG, то есть тоже в камере бывает лучше JPEG, делает хуже, бывает, да, JPEG все проваливает и влетает, а бывает, вот у Хаселя делает так JPEG, что в RAW, как правило, смысла особого нет, потому что в JPEG тоже все есть всегда. Там практически нечего доставать из RAW. Вот, а при этом цвета очень хорошо сделаны. А бывает камера, которая делает JPEG похуже, да, а еще там есть настройки, многие там можно задрать контраст, еще что-то и так далее. Вот. И вот смотрите как раз эту историю. Вот слева это вот все черная штука, это пиксель. Вот синяя, это сколько набралось света. Вот если была достаточная экспозиция, у вас сразу много света аккумулируется на длинной выдержке в ячейке, и получается, что вот синий это сколько там полезной информации, красный это там шумы и всякая фигня в темноте, и у вас получается соотношение полезной информации к шумам и прочим большое. То есть большой динамический диапазон, и вы можете потом хорошо с этим поработать, покрутить туда-сюда. Вот. Да, контраст на фотике снимаете в JPEG, возможно, стоит уменьшать. Вот. А справа это вот та история, о которой мне говорят здесь. Да мы все вытянем, Никон хорошо тянется. Хорошо, вытянешь, но вот у тебя мало света собралось наматываться, и там у тебя вот столько вот шумов. Дальше ты все это вытягиваешь, что такое вытягивание? Так иначе это умножаешь. У тебя растет и полезная информация, растет и всякая белиберда. Вот. И поэтому, когда ты смотришь вот на эти вытянутые картинки, ты видишь эту грязноватую кожу, какие-то неприятные цвета, такие не очень, какие-то нюансы. А когда из пересвета тянут, там свои приколы, там все становится таким плоским. Ну, то есть, к сожалению, это не взаимозаменяемые истории. Вот если говорить о том, как работает матрица и живет, да, она, тут это все связано в том числе с алгоритмами, с работами с крайними значениями, как они там срабатывают. То есть в целом вся система фотоаппарата, она не очень линейная. У нее вот, я здесь хорошо нарисовал, да, внизу это самое темное, на верху это самое светлое. Вот самое светлое не очень хорошо фотик так или иначе делает. Есть куча тому причин. Самое темное тоже. То есть там это зона риска, и если вы хотите, чтобы у вас вся информация, самый главный, ваш главный объект был, например, хороший объем лица и кожи, это красиво выглядело, да, нужно это все-таки поместить в эту среднюю зону, синенькую, где все надежно. Потом уже там можете крутить туда-сюда, но изначально при фотографировании нужно, чтобы все лицо и темные зоны, вот смотрите, у меня лице есть более темное, более светлое, вот все мое лицо должно оказаться в синей зоне. Для этого нужна правильная экспозиция, правильно при съемке. А дальше тяни, крути, как хочешь, задирай, контраст убирай и так далее. И вот этот момент, который нужно понять, да, то есть вы должны сперва качественно захватить реальность, дальше обрабатывайте, хорошо, если вам нравится, я не против, но ее качественно спироспральной экспозиции нужно захватить. А если вы захватываете некачественно, она вот где-то там у вас внизу, в лицо оказывается, наверху, то потом, когда вы из красной зоны перетаскиваете это в синее, там теряется. И по цветам плохо, и по текстуре кожи, и по грязи вот этой всей, все это видно, и контраст теряет, ну короче, детализация, то есть все теряется, становится плохо, хуже. И вот этот момент, который многие не учитывают, то есть математически, да, можно из этой зоны перенести в эту. А станется ли он таким же хорошим? Нет. Вот. Окей. С цветом еще хуже. То есть, если говорить об объеме, то, в принципе, вот, грубо говоря, вот делим на 5 частей, условно, 3 из них там нормально. То есть, в середине хороший объем, выше середины, ниже, там все сохраняется. Можно, в принципе, поработать. Вот. Но. Господи, Сергей, как ты меня достал? Не знаю, западить тебя, что ли. Ладно, не буду, это нехорошо было бы. Дорогой мой Сергей, смотри, ты говоришь так, как будто, если твой снимок это тестовая карточка серого цвета, вот все, что ты снимаешь, непрерывную серую поверхность, то, да, в 2-битах сам правильно. Но ты снимаешь, объекты сложные. И у меня вот здесь вот, на лбу, у меня вот старшие 2-бита, а вот здесь вот у меня на шее уже на 3-бита меньше. Другие работают. А тебе надо все. Когда ты поймешь, что тут есть разница между сферическим тканевым вакууме и реальностью. То есть, тебе нужно все. У меня есть темные волосы, у меня есть темные глаза, у меня темный рот, у меня есть яркое пятно, там, вот, блик на коже. Все это должно работать. А если у тебя вот здесь будет хорошо работать, а вот тут будет хреново работать, то потом это может выглядеть не очень хорошо. Так вот, ты написал, ты тоже написал этот бред? Я объясняю, что если у тебя все влезло вот в это синенькое, то потом ты можешь крутить туда-сюда более-менее надежно. Если ты из красненького тянул, то, может, ты там и не пересветил здесь, но пересветил тут. То есть, ты просто физически ты снимаешь сложный объект, ты не уследишь, у тебя где-то будет нехорошо. Поэтому еще раз говорю, ребята, ну вот реально заклинаю уже, просто устал уже, устал уже говорить об этом. Дорогие мои, снимайте сразу с хорошей экспозиции. Главный объект, если где-то посередине разумно, вам потом будет гораздо легче. Не важно, будет обработка или не будет, будет легче, будет хорошо. Не надо вот снимать кое-как, плохая экспозиция на съемке, а потом я вытяну. Вытянешь, но видно это сразу. Я уже показал. Смотрите, грязные лица, вся фигня. Гистограмма не спасает, потому что гистограмма – это не лучшая штука. Опять же, гистограмма чего? Сейчас покажу эти примеры. Смотрите. Так вот, если вы хотите знать, с объемом матрица работает более-менее нормально вот в этой синей зоне, то есть посередине. Если вам нужна объемная картинка, объемное лицо, пускай лицо будет примерно средней экспозиции, можно там, грубо говоря, от 25 до 75% экспозиции. Чуть светлее среднего, чуть темнее – нормально. Будет самая лучшая передача объема. Вот. Если вы хотите работать с цветом, там все еще хуже. Дело в том, что цвет, он действительно хорошая цветопередача, это чуть выше середины и вниз. Вот это синяя зона. То есть яркие цвета, они становятся не очень хорошими, они такие выжигаются. Вы это видели, я думаю, неоднократно, да, на ярком солнце. Поэтому цветопередача самая лучшая, самые насыщенные, качественные цвета. Так, может быть, калибруют, ну, короче, так вот же, такая физика. У матрицы, у цифровой, у пленки может быть по-другому. У пленки вот эта картинка разворачивается ног на голову, там цвета получше наверху. Внизу хуже, цвет наверху лучше. А у цифры так, цвет лучше в нижней половине, да, как бы вот я здесь нарисовал. Если вам очень важен цвет, то есть когда вам важен объем, например, в портрете, то старайтесь посерединке. Или, может, даже чуть светлее, да, и посерединке. Нормально. Когда вам важен цвет, а есть такие кадры, где важен цвет, например, цветные цветы, снимаетесь потемнее чуть-чуть. И там потом эти цвета будут самые качественные. Объемность может быть хуже, шумы, но цвета будут самые качественные. Вот. Поэтому это всегда идет, вот здесь пример, вот это очень хороший объем, да. Смотрите, какая объема. То есть тело как серебряное, это без обработки совершенно, только из... Смотрите, все есть. Ничего не провалено, ничего не... Очень хорошая передача объема. Это вот тот самый объем в середине. Важный выбор освещения. Оно не слишком контрастное, но достаточно выразительное. Важный выбор контрастности настроен на камере. Важный вопрос, связанный с задником. Это дерево, но оно не черное. То есть оно не совсем глухое. Поэтому оно хорошо как бы оттеняет, оно как бы теней модель, но не слишком. Вот. Вот это вот работа. Поэтому смотрите, советы. Значит, советы, как получать качественные исходники, с которыми будет потом проще жить. Первое. Снижайте контраст сцены. То есть, как правило, даже если вам глазами скажут, что сцена нормальная, фотику нужен более низкий контраст. То есть всегда лучше пониже контраст делать самой сцены. Например, снимать вечером, когда более пасмурно, там побольше окно и так далее. Вот. Дальше. Снижайте контраст картинки, если надо. Это в настройках фотоаппарата тоже. И ИСО пониже, да, и так далее. А вот. Лучшие цвета в середине и ниже. Лучший объем в середине. Это вот запомните. Как влиять на контраст сцены можно? Здесь есть куча способов. Например, время дня и место съемки. То есть днем, ну, понятно, что посреди дня солнца в зените очень контрастно, а вечером гораздо мягче. Вот выбор времени дня и выбор места съемки. На открытом солнце будет контраст, а где-нибудь в аллее, в тени деревьев будет уже пообъемнее, получше, да. Дальше. Выбор одежды и объектов. Ну, если это люди, то одежда. Если объекты тоже, ну, например, коробочка может быть черная, а может быть с текстуркой, да, не совсем глухой черный. Это будет лучше для предметной съемки натюрморта. Расположение и ориентация объекта относительно света. Разный контраст получается. Размер окон и полы, стены в помещении играют огромную роль. Большие окна мягче контраст, серые, там, стены и полы тоже есть отражение. Если же у вас белые стены и полы, это уже плоховато. Если у вас черные, это тоже плоховато. То есть в случае черных, если темная, черная комната будет слишком контрастна, если белая комната будет слишком мягко, невыразительно. А вот хорошо именно серая комната, да, там, допустим. Чем больше окна, тоже тем лучше, потому что не такие резкие тени, переходы, больше прорабатывается объем. Заполняющий свет и отражатель можно всегда использовать. Ну и, собственно, параметры экспозиции на съемке вот так подбирать, чтобы было хорошо. Вот. И самое главное, это выяснить, как у вашего фотика с этим. То есть нужно проделать упражнения, вот приходите на курс, мы там это все сделаем и обсудим, с разными значениями экспозиции, вот не типа в раве тянуть, а честно снять на разных значениях выдержки. Допустим, объекты какие-то, например, человека с одинаковым освещением. Ничего не меняется, только выдержка меняется. Даже ISO не меняется. И посмотреть, что происходит. Дальше попробовать с разными ISO, как зависит от ISO, тоже посмотреть. Вот тут вы видите, чтобы выбить раз навсегда из вашей головы все эти стереотипы, что типа можно все тянуть в раве и не париться. Нет! Вот если вы возьмете темный кадр и попытаетесь его вытянуть туда, чтобы он выглядел так же, как более светлый, у вас не будет одно и то же, потому что здесь меняется выдержка, а не ISO. Здесь разное количество света, разное количество света приходит на матрицу. Вот. У вас, если все правильно, слева света много, если это темный мальчик, там света мало. И хотя вы его вытягиваете, будет выглядеть не так же. Вы это очень хорошо увидите. Вот сделайте такой эксперимент, попробуйте там и светлого повытягивать, и темного. Посмотрите, как выглядит с теми кадрами, где уже сразу нормальная экспозиция. Вот тут-то вы поймете, что то, что вам затирают про RAV, это очень как бы условно. Ну, я... Нет, смотрите, у меня есть такой экспонометр, на самом деле для съемки на пленку его использую. Сейчас мы об этом поговорим чуть позже. Не торопитесь. Давайте я вам дальше расскажу. Полезные вещички. Вот. Поэтому первое, что нужно сделать, это почувствовать свою камеру. Ну, то есть вот есть где-то средний объемный мальчик, есть где-то пересвеченный выбитый мальчик, есть провальный мальчик. Сколько у тебя ступеней, то есть сколько в твоей камере, не сколько там написано производителем, да, и в тестах, а сколько на лице реального человека, сколько у тебя есть ступеней. Потому что если твоя камера снимает 14 ступеней по заявлениям производителей, тестеров, то на реальном лице человека у тебя 3-4 всего лишь. Лицо, потому что тоже у него есть темная, светлая сторона, все не так просто. вот и это очень важная история очень важная история ну раф был придуман в те времена когда фотики были не очень хорошие сейчас в нем все постепенно меньше меньше надобность но как бы то есть придумано конечно не зря и особенность я не спорю раф очень нужен часто бывает я говорю о том что вам нужно стараться все-таки экспозицию неважно неважно раф у вас в лениров но экспозицию лучше делать сразу хорош вы поймете на этом эксперимент ладно не буду уговаривать я устал приходите учиться на курс мы там все это делаем в обязательном порядке и там люди наконец-то понимают у вас у каждого есть свои камеры нужно свою камеру знать и любить место на 8 такая камера вот я очень четко знаю что в нее влезает что не влезает я очень четко знаю как она будет со светлыми засветками вести светлыми кадрами я очень четко знаю как он будет с провальными темными кадрами я знаю как у него поплывут цвета в той или иной ситуации вот это все я знаю на практике в том числе это проверял я снимал по-разному и я заранее уже еще до того как я сделал кадры уже такой вот это можно снять а здесь не очень хорошо лучше сдвинуть модель а вот здесь нужно экспозицию поправить там или еще что-то очень важный момент разница монохромной матрицы это обычные забудьте про монохромной матрицы все это это сугубо ну прикол людей то есть как по картинке эту разницу никак не увидеть вас все равно монитор не монохромные суть то есть суть в том что за я не покупаю монохромные фотки не вижу в этом смысл вот у меня цветная лейка в ней 60 мегапикселей если я перевожу его в чб точнее сама переводит у него хороший очень чб профиль эта картинка ничем и никак не проигрывает той который с монохромной лейки ничем уже все эту разницу не увидеть даже с лупой а при таком диком количестве мегапикселей это разница теряется где-то там ее никогда никто никогда не увидит вот окей значит смотрите соответственно вот это вот история с тем чтобы почувствовать потому что у каждого своя камера там разные матрицы разная оптика разные алгоритмы вы должны прям почувствовать где допустимый диапазон а что уже то есть что вылетает уже некрасиво что уже проваливается или вытает некрасиво что еще хорошо остается и это зависит от вашего фотика то есть это нужно самому сделать для своего фотика а не слушать кого-то там где-то вот дальше нужно понять как работает автоматика автоматика это неплохо вот и что здесь происходит значит смотрите и перерыв я делать не буду я просто расскажу и сходите может поставить на паузу потом продолжить вот я традиционно не делаю перерывов но смотрите мы скоро закончим нам осталось полчасика вот два кадра слева у нас светлая девушка на светлом фоне справа темная на темно если ориентироваться по гистограмме то оба кадра превратятся в серый я кстати рассказал почему гистограмма это фуфло потому что если у вас светлый объект на светлом фоне вам не нужна ровная правильная гистограмма с горбиком в центре вам нужно гистограмма смещенную светлую область то есть это зависит от объекта инстаграм помогает понять где что вылетел на современных экранах это и так видно или можно включить мигание пересвеченных и выбитых зон вот и поэтому смотрите к сожалению автоматика ваш фотоаппарата она не понимает что перед ней и если вы будете снимать на автомате левый сюжет то фотоаппарат захочет сделать все серым в целом фотоаппарат стремится подогнать в каком-то средне серому значение вот но гистограмма до что понять что улетела не нужна в современном мире гистограмма не нужна хорошие экраны мигающий пересвет и прочее никакого смысла пяльц на гистограмму нет более того она не очень показывает что он реально вылетел или то что не показывает полезное вылетел или не полезны то есть тебе же вопрос в пространстве каких-то местах можно вылететь каких-то нельзя это гистограмма никак не учитывает гистограмма это средняя температура по больнице достали уже с ней самая бесполезная вещь которая может быть сейчас окей значит вот здесь вот есть слева картинка если автоматика будет ее делать она сделает ее серый автоматика стремится сделать средний сервис срединку девушку справа автоматика приподнимет и тоже сделает серый но нам этого не надо нам нужно белую девушками на белый то есть то есть поправку в плюс а темную девушку нам нужно темный то есть поправку в минус вот и вот это важную вещь кто нужно понять автоматика не дает окончательного ответа ее нужно поправлять в зависимости от того какой у вас сюжет какой вас объект то есть привыкнете с автоматика это классно если вы ее поправляете есть автоматика замеряет свет к сожалению отраженный то есть есть другой способ замера вот есть экспонометры есть способ замера падающих света то есть можно расположить экспонометр рядом со мной и замерить именно вот бах падающий свет то есть вот кстати здесь классика у меня у меня прям помещение идеальное 2 и 8 30 это то самое вот хороший свет в помещении на то есть 2 и 8 30 400 зуб когда вот приятно не слишком ярко но мягкой достать и ориентируешься хорошо вот здесь такой свет значит и это падающий свет соответственно кого измеряете падающий свет он учитывает то есть если я буду негром я буду темненьким если я буду блондинкой с белыми волосами альбиносом я буду светлым но к сожалению фотоаппарат ваш не может сбегать к модели замерить тот цвет который падает вот этот датчик падающего света да он собирает свет игр здесь столько-то света просто и так как фотоаппарат не может замерить падающий свет он мерит какой свет отраженный отраженный свет к сожалению зависит от объекта то есть от темной девушки отражается мало от светлой много а фотик ничего об этом не знает и поэтому автоматика как правило стремится есть разные до режима замеры они пытаются компенсировать там точным режимом вы сами решаете вот я померю по щечке именно чтобы она была в среднем диапазоне есть матричный замер когда типа фотоаппарат такой отлично что-то темное что-то светлое попробую это все вместе запихнуть подобрать экспозицию которая тоже как средняя температура больницы подойдет до всего но это все равно не работает потому что вот у вас есть человека его одежда это важно а есть небо и она не такое важно и вы как фотограф знаете что нужно важно лицо и пиджак первую очередь а стена гораздо меньше важно а фотик это не знает для него стена может занимать больше площади и быть важнее пиджака например вот и это и вот это вот история история она очень-очень как бы важное то что даже самый сложный режим замера сучка который конечно помогает мне все равно не всегда угадывает сюжет сейчас крутых телефонах там вообще все угадать то есть если в кадре люди где небо где трава вечер или день вот это все телефон знает и пытается исходя из этого выбрать экспозицию но все равно все равно вам нужно носить поправку то есть равно это догадки все равно в таких вот крайних случаях интересных случаях контрастности вам нужно вносить поправки в автоматику вот так что знаешь снимать только в режиме нет просто научитесь делать поправки очень полезно попробовать экспонометр существуют экспонометры и вот зачем его полезно попробовать. Просто для того, чтобы, например, понимать, что вот как отличается свет на стене. Вот смотрите, вот каждая стена абсолютно одинаковая. В действительности, вот тут у меня 60-ая и здесь 60-ая. Да, и правда, вся эта стена абсолютно одинаковая. Потому что здесь очень хороший рассеянный свет в помещении. Создан он таким образом, что на протяжении всего он одинаковый. Вот. Здесь клево сделано. Отражается от огромного потолка и, соответственно, перерассеивается как огромный сутбокс, вот тут сверху гигантский. Вот. Но в большинстве случаев, если вы себя так померите, у вас будет не так. Вот, например, на вас лампа направлена, вот такой классический стример. Если у вас есть окно, то у окна у вас будет там одно значение, дальше другое. Опять же, вот я могу померить свое лицо, да, и свою одежду. Вот тут разница полторы ступени примерно. И вот это просто полезный опыт. То есть это не то, что вам нужно так снимать, но это полезный опыт походить и померить. И просто знать, что вот лицо против футболки. Это серенькая футболка, она не темная. Полторы ступени разницы. Полторы-две. Там мое лицо против кресла. Видите, кресло темнее футболки еще примерно на ступень. То есть футболка светлее, кресло на ступень. Вот. Чтобы это глаза ваши привыкли, вы это чувствовали, понимали, что вот этот сюжет, он очень мягкий. То есть самое светлое, что есть это лицо, самое теплое, где? Сколько? Примерно две с половиной, три ступени здесь перепада такого. Три ступени. До пяти это надежно. Влезет в любую камеру. То есть все влезает, ничего не провалено, ничего не пересвечено. Объемчик хороший. Хороший же объемчик у меня на лице, да? Прям эмоции видно, объемчик там. Вот. А если бы здесь был перепад ступеней 7, это уже не очень хорошо влезало бы в камеру. Вот. И это очень-очень такой вот нюанс. Чтобы все это почувствовать, есть программы, то есть не обязательно покупать этот дорогой, крутой экспонометр, есть попроще там со стрелочками. Но в принципе экспонометр вообще покупать не надо. Потому что есть сейчас программы для телефона, типа, например, там MyLightMeter. И эти программы, ну там надо за нее что-то заплатить не сильно, вот. Ну, за профессиональный режим. У нее есть, типа, обычный режим, там он бесплатный, а есть профессиональный, профессиональный удобный. Но эти программы очень хорошо позволяют, видите, тут и вот в профессиональном режиме, и EV можно посмотреть, вот стрелочки, да, сколько у тебя сцена. То есть, в принципе, не нужно тратить деньги на экспонометр, можно просто скачать такую программу, вот у меня такая есть, MyLightMeter Pro, и походить с этой программкой и померить, так, кожа лица, так, волосы, так, одежда, так, стенка сзади за человеком. И через некоторое время, через некоторое время вы будете уже хорошо очень чувствовать, да, эта сцена не очень контрастная, она хорошо снимется фотик. Или там, вот этот объект слишком контрастный, надо его либо из кадра убрать, либо подсветить. Вот, то есть, это очень классная тема, набить свой глаз именно цифрами, вот научиться, ну, так же, как люди там, не знаю, учатся пению, они же вот ноты слушают, чтобы и подстраиваться, и голос, ну, то есть, можно научиться лучше петь, да, меньше фальшивить. Вот так и здесь, можно научиться своими глазами оценивать контрастность, все дела, и это очень важно. Рекомендую, ставим лайки, кстати. Поэтому я рекомендую попробовать экспонометр не потому, что он вам нужен, в современных фотоаппаратах он встроенный, он там и так есть, да, но потому, чтобы вы сами обратили внимание на такие нюансы, как, например, вот есть у вас какой-то человек в одежде, и вот, чтобы вы себе задали вопрос, не в целом средняя температура по больнице какая, да, а вот сколько вот у него здесь конкретно, вот перепад между этим и вот этим. Видно же, что разница есть, но какая она, да, вот это очень полезно знать и чувствовать. Просто супер поможет вам в работе потом с любыми этими. И, да, есть такие старые камеры, да, в которых надо вот все там, выдержку, диафрагму ставить, там может помочь. Здесь даже есть примитивный, такой очень примитивный со стрелочкой экспонометр, но он, конечно, такой сомнительный, телефон и то лучше делает эту функцию. Вот. И вот в этом смысле опыт старых камер, он бывает неплохой, потому что, когда вы снимаете на старую камеру, вы в итоге все равно должны измерять экспозицию, принять решение, какая она, и вы, побегав с экспонометром, уже начинаете что-то понимать. Например, вы понимаете, что вот у вас есть окно, и каждый метр от окна – это ступень изменения освещения на человеке. То есть даже если модель у вас фоткается, она так вот чуть-чуть в сторону сдвинулась, на ней уже свет на ступень соскочил. А так просто человек этого не знает, ему кажется, да, все нормально у окна, в принципе, примерно. Окей. Поэтому попробуй экспонометр, это хороший совет, просто чтобы знать, что ярче, что темнее, сколько ступеней. Тогда ты поймешь, что те 15 ступеней, которые берет твой фотик, это не так много. Очень часто в жизни сюжеты по 8-10 ступеней, даже просто перепады света на человеке самому может быть. Вот. Окей. Экспозиция по экрану еще очень хороший метод, сейчас современный, да, можно экспозицию делать по экрану фотоаппарата. Приходите на курс, расскажу, но суть в том, что экран надо настраивать особым образом, то есть по умолчанию, с одними и теми же настройками в помещении на улице у вас будет лажа. На улице у вас все будет получаться светлее, чем надо, темнее, чем в помещении, и будет получаться темнее, чем надо. Почему? Потому что есть определенная адаптация глаз, и просто средняя настройка экрана, даже под яркость света вокруг, здесь не работает. В смысле, в помещении нужно занижать его яркость ниже среднего, а на улице нужно завышать выше среднего, чтобы воспринимать картинки объективно, и потом, открыв их на компьютере, не расстроиться, сказать, да, вот у меня была, вот на экране у меня, в современных фотках экраны хорошие, они яркие, они качественные, в большинстве случаев. Ну, есть нюансы, но в принципе. И по экрану экспозицию ставить можно очень точно, по крайней мере, что пересветилось и провалилось, можно принять. Но нужно настраивать экран в зависимости от обстановки. Темная комната одна настройка, комната посветлее другая, улица пасмурный день третья, солнце четвертая и так далее. То есть вы должны знать, как настроить экран, и тогда вы сможете по нему достаточно хорошо делать экспозицию прямо при съемке. Полароид 15 ступеней не помещается. Полароид еле-еле влезает 10, к сожалению. Очень условных ступеней. Да, вот такие дела. Полароиды тоже есть разные, но такие типовые полароиды, они достаточно контрастные. Вот. Значит, смотрите. Вот это экспозиция. Многие делают, многие вот эту любят гистограмму, но я вам сразу скажу, если у вас нормально настроенный экран, она вам не нужна, а гистограмма, к сожалению, не дает понять, что у вас светлое, а что темное. Она просто показывает распределение. По ней видно, что где-то, скорее всего, что-то вылетит, но это вы так видите по картинке. Вот. Гораздо полезнее вот всякие зебры или мигалки на современных фотоаппаратах, когда, если вы фотографируете, что-то присветилось, его как-то выделяют. То есть оно либо мигает, либо подсвечивается зеброй. Вот это более полезно уже сзади, потому что вы сделали снимок и такие, о, у меня тут вылетело. И решаете, важно вам это или нет. Вот. Окей. Теперь самый интересный вопрос сегодняшнего дня. Мы подошли. Так ли хорош режим М? То есть очень часто, кстати, напишите, кто снимает в режиме М в основном. Есть даже, мне тут рассказывали истории, что есть всякие фотошколы, где прям говорят, мы только в режиме М, по-другому нельзя. Только М, да. Вот. Я хочу опять сказать, да, по-разному, я тоже по-разному снимаю. Я хочу тоже сказать такую ситуацию. Знаете, раньше я снимал очень много в М. И есть камеры, где по-другому нельзя. Вот, скажем, на этой камере только режим М. Все. То есть выдержка диафрагмы, хоп, по-другому ты не можешь. Да. Но, например, даже на такой камере, как Лейка, где нет приоритета выдержки, но у тебя все равно есть приоритет диафрагмы, да, уже, ты можешь делать приоритет диафрагмы. Вот. Не только режим М. В современных камерах я в основном снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Более часто. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что мануальный режим, он, конечно, стал гораздо лучше с появлением современных камер беззеркальных, потому что ты сразу на экране видишь картинку светлую или темную, это здорово. Но все равно, если у тебя более или менее ситуация динамичная, то есть когда хороший режим М, когда ничего не меняется. Вот свет здесь не меняется, вот куда я, я все время одинаковый. Один раз настроен, у меня вот параметры, у меня сейчас вот камера в режиме М. Вот. Диафрагма 4, значит, выдержка 1,6, ISO 1600. Все. Ну, это я чуть подзакрыл диафрагму. Вот. Вот как работает эта камера, соответственно. Собственно, те самые 2,8 на 30, но пересчитанные на видео, на 1,6 и F4. Поэтому ISO поднята до 1600 на 2 ступени. Вот. Это режим М, потому что здесь ничего не меняется. Чего здесь? Только фокус. Но в жизни не так. То есть вы снимаете людей, они двигаются, поворачиваются в одну, в другую сторону, подходите, отходите от окон, на улице вы двигаетесь, то вы под деревом, то это. То есть очень часто ситуация меняется. Когда ситуация меняется, возможно, стоит здесь не гнаться за ситуацией, где вы все обязательно контролируете, а просто повысить свой шанс получить хороший кадр. И вот в последнее время я скорее склоняюсь, да, в последнее время это, в смысле, лет 5-го больше. Особенно если у вас что-то динамичное и так далее. Да, не умею на авто. Ну вот, вот я вам советую, кроме режима М, с режимом М все понятно. Настроил выдержку диафрагмы, посмотрел на картинку, там, сделал светлеть и темнее. То есть тут все понятно, он очень хороший для понимания, да, но он не спешный, не самый оперативный. И он не самый гибкий. А еще нужно ИСО менять, возможно, да, и так далее. То есть вы меняете кучу параметров, и это требует время. Я рекомендую снимать в приоритете диафрагму, попробовать. Попробуйте. Почему? Потому что приоритет диафрагмы – это когда вы определяете степень размытия, и это действительно полезно, то есть размытое или резкое, как глубина резкости. Вы контролируете диафрагму. А выдержку подбирает фотоаппарат сам, исходя из того, как бы, что автоматик. Вы можете добавить к этому поправку экспозиции, потому что мы с вами обсуждали, что фотоаппарат выбирает не всегда то, что нужно. И добавить к этому авто-ИСО. И вот в таком режиме я, в принципе, сейчас, я считаю, это как бы самый стандартный типовой режим. То есть в большинстве случаев мы снимаем в нем. Да. Это режим более оперативный, более современный. И если вам кто-то говорит, что КМ – нет. Скорее, в большинстве случаев вот этот режим. Есть ситуации, где лучше М. Есть ситуации, где лучше, например, режим С. Потому что когда вопрос идет, нам нужно размазать дождь, размазать человека в движении, снять там синхронизацию на длинные выдержки, импульс, смешанный свет. То есть есть, где нужен режим С, где нужно управлять выдержкой. Такое тоже бывает. Есть, где можно вообще сделать П и просто не париться. П – это максимум автоматики, он вытащит в наибольшем количестве случаев, у вас получится там неразмазанный нормальный кадр. Но вы не управляете уже ничем. Ни глубиной резкости, ничем. Вот. Но вот этот режим, он клевый. Вы управляете глубиной резкости, остальное подбирает автоматика, но вы контролируете ее поправками экспозиции, светлее, темнее, то есть делаете кадр по настроению. И ставите автоизо, чтобы у вас в более широком диапазоне условий была возможность все-таки сделать кадр, не размазав и не испортив. Автоизо сейчас офигенная штука, она полезная. Вот ставите минимальный изо стольник или сколько у вас там. Ну, то не нужно ставить самое низкое, нужно ставить то, которое является базовым для вашей камеры. У кого-то 64, у кого-то 100, у кого-то 200. Вот узнайте базовое ISO, и на нем будет самая нормальная картинка. Ниже его пускаться не надо, поставьте его. То есть базовое ISO. У меня там на Hustle 64, на Leica, по-моему, тоже сейчас. Там одинаковый матриц. Ну, где-то было 200 там в свое время или 100. Дальше максимальное ISO. Вы решаете, сколько для вас допустимо. У себя я всегда ставлю, что, ну, скажем, на Rica, наверное, 1600, ну, можно и 3200. Ладно, пускай будет зерно, но зато кадр... Главное сделать кадр. Короче, ставите там примерно 1600 или 3200, зависит от того, какая у вас камера, да. То, что вы терпите еще по шуму. Вот моя рекомендация вот такая. Там примерно от 100 до 300, вообще сейчас современные фотики, нормально, на телефоне особенно. И там в автоизо почти всегда настраивается максимальная выдержка. Но здесь нужно, чтобы не было тряски. То есть, когда он задирает ISO, когда выдержка становится длиннее вот этой надежной, на которой будет смаз. В принципе, это единицы делить на фокусные объективы обычно. Но бывает и полтора. То есть, вот, например, у меня в Hustle там 100 мегапикселей. Я хочу, чтобы у меня были 100 мегапикселей. Поэтому у меня стоит полтора фокусных, да. То есть, я согласен поднять ISO повыше, но чтобы выдержка была всегда надежной, чтобы от рук моих не тряслось ничего. И у меня все 100 мегапикселей были четкие. Но это потому, что 100 мегапикселей. То есть, когда мегапикселей меньше, можно посмелее. Там не так сказывается Шевеленко и прочее. Ну, в общем, вы ставите вот максимальную выдержку. Если у вас нет установки такой автоматической, то есть, меняешь объектив, он сам ставит ее за сет объективы, да. Одна делить на фокусное расстояние, скажем. Объектив 50 мм, значит, одна 50 или 60. Если такой настройки у вас нет, тогда явно ставьте, да. Вот у вас объектив 50 мм, ставьте одну 60-ю. У вас объектив 100 мм, ставьте одну сотую. У вас объектив 35 мм, ставьте одну 30-ю. Плюс-минус, там, ближайшую. Неуверенно в дрожащих ручках ставьте одну 60-ю для 35 мм. Ну и вот вы ставите, он сам меняет ISO в этом диапазоне, так, чтобы картинка не размазалась, была резкой, то есть, в большинстве условий все было хорошо. И вот я считаю, что очень достойный этот режим сейчас, который позволяет максимально оперативно при меняющихся условиях, при резкой вымутой камере, еще что-то, при движении модели, изменении освещения, он позволяет вам в большинстве случаев, то есть статистически, получить как можно меньше брака. Как можно больше кадров будут такие, что вас устроят, и по экспозиции, и по резкости, и по всему. Вот. А в режиме M у вас будет больше брака. Хотя у вас будет и больше понимания, и больше контроля, но, скорее всего, если ситуация абсолютно не меняется, еще раз говорю, вот вы там натюрморт снимаете, или вот есть сцена, как у меня свет все время одинаковый, модели одинаковые, сидит в одном месте, не крутится, хорошо привязаны. Тогда да, тогда режим M будет надежнее, надежный, там не будет брака. То есть они будут сравнимы, сравнимы по количеству косяков. Но в жизни редко, когда прям вот так ничего на сцене не меняется, особенно с доступным светом, на улице, там есть нюансы. Вот. Какой замер, это зависит от того, что вы любите. В принципе, обычно, ну вот если вы не знаете заранее, что будете снимать, то в принципе матричный, вот этот валютив, матрик, то есть самый размер, самый умный замер, который матричный, лучше ставить его. Он сейчас лучше справится с этим. Но если вы точно знаете, что снимаете у вас контрастные сюжеты, можно ставить точные, лицетно развешенные. А когда, например, вы снимаете в темном помещении студии, и хотите именно по коже человека померить, то есть это опять же случай, когда все под контролем, для режима M, там может быть лучше точный и такой, а так в принципе лучше ставить матричный замер. Студии с вкусным светом, зависит только какой свет, как синхронизируется. Если свет постоянный, то опять же замер, а если он импульсный, там вообще нужно подбирать значения в M режиме, да, вот, там не работает экспозаметром. Хотя бывает ATL замер тоже, ну всякое бывает, очень важно. Но суть в том, что студии с импульсным светом вообще подбираете в ручном режиме, мощный вспышек и параметры, а с постоянным, да, вот опять замер работает и играет роль. Окей. Вот, так что так, дорогие мои. И сейчас еще покажу несколько кадров вам, да, чтобы подытожить. Ставьте лайки, у нас по-прежнему 550 человек. Круто. Значит, интересно было, да, напишите. Я покажу несколько кадров и обсудим. Смотрите. Вот опять вопрос главного объекта. Не девушка здесь главный объект, а вода. Экспозиция такая, чтобы наиболее характерная была именно вода. То есть девушка темнее, силуэтнее, чем надо, но зато вода и небо, то есть здесь главный объект, как ни странно, не девушка. Вот тоже хочу показать, просто логику, да, что она знает, почему экспозицию стать? Не обязательно по портретируемому, например. Или вот, смотрите, а здесь светлее, чем надо, сделано. Почему? Потому что это настроение, такое ощущение. Вот это голубая вода и небо, и здесь явно экспозиция светлее, чем нужно, но она создает такое потрясающее ощущение какого-то другой планеты, да. Тоже это примеры кадров, где экспозиция создает настроение. Посмотрите внимательно. Очень интересно. Все это, кстати, это все снимается, приоритет диафрагмы, приоритет диафрагмы. Ну, то есть я в нем. Просто секс по коррекции. Здесь коррекция в плюс, здесь коррекция в минус. Нормально. Крутите коррекцию, поправки крутите. На современных камерах сразу на экране видно, так что это нормально. Смотрите, здесь очень важно одежда, чтобы в одежде темная вся проработалась и была видна. То есть там сзади подвылетело уже, но это и хорошо как раз. Но вот сам парень, он здесь идеальная экспозиция. То есть здесь, да, по парню. Здесь совокупность двух, надо сесть на два стула. Кожа и одежда. Одежда и кожа. Удалось вот хорошо запаковать, будет хорошо. Ой, вы не поверите, но это... Смотрите внимательно на лицо. Баланс белого здесь не сильно синит. Это прям реально вода такого цвета. Ну ладно. Да, горизонт завалим. Видите, горизонт здесь немножко влево. Но там есть черный остров, который компенсирует все и факты. И это дает, кстати, некую... Девушка тоже немножко влево падает, вот это вот дает некую динамику. Если все было идеально ровно в этом снимке, интересно, что не было бы такого ощущения некого такого легкого движения. Она как скользит. именно благодаря тому, что немножко завалилось. Вот, смотрите. А вот здесь вот это тот случай, когда экспозиция поди герою, а задник уже вылетает. Вот здесь важен герой, да? Пускай там небо вылетает, ничего страшного. Но герой должен быть достаточно светлым. Он не должен быть... Ну, то есть у него белая одежда, и это нужно показать. Это летнее ощущение, такая форма. Вот. А здесь вот вообще, здесь, да, видите, ради героя, то есть, смотрите, здесь важен именно герой и пальма. И поэтому просто выбито вообще в ноль песок, выбито там вот все, ну и почему бы и нет. То есть, такое решение принято, да? То есть экспозиция в пользу героя. А так бы была темная пальма, на ней был бы еще темный человек, и было не круто. Да, я, конечно, я специально считаю, у меня очень точно... То есть, смотрите, я снимаю 20 с лишним лет. То есть, я вижу там треть градуса, четверть градуса. Не градус, для меня градус – это большой наклон. Я когда делаю кадр, я вообще не могу дать там полградуса чуть-чуть, чуть намекнуть. Вот здесь есть не только наклон, но еще и чуть-чуть сам баланс, да, немножко смещен в сторону. То есть, баланс именно кадрирования, да? То есть, у него есть голова, она наиболее тяжелая, и поэтому от головы до края кадра чуть побольше, чем от ног и так далее. Вот эта вся балансировка, приходите ко мне учиться, я вас научу таким нюансом. Это нюансы, это не сильно завалено, чуть-чуть, но как бы... Тут тоже, видите, немного есть, если вы посмотрите на набережную, тоже есть немного углов. У меня очень часто небольшие углы, чуть-чуть, которые дают такое ощущение. Небольшое смещение баланса. Вот не по центру герой, не вот равномерно, не уравновешенно. Это называется гробик, да? Когда кадрирование ровное. Вот гробик. Гробик — это не круто. А посмотрите, как я с вами разговариваю. Я немножко, всегда немного не по центру. Чуть-чуть смещение. И это гораздо прикольнее. Вот. Вот тоже, да? То есть, выбитый песок, но зато экспозиция по девушке, и здесь это важно. Здесь такое решение принято, да? Здесь лицо, пускай провалено, но зато лицо вот объемное, чтобы было. Такая провалится вокруг там. Ну, там есть пятна нормально видно и так далее. Вот. Вот здесь ребята чуть темнее. Ну, пускай, но они такие, чтобы их видно было. То есть, пускай там вылетает, но зато их видно, да? У них сохраняется объем и как бы, и вот видно даже объем одежды. Она не в ноль ушла. И зато там сзади, вот тут вылетело. Ну, окей. Ну, мягенько вылетело, да? Как это я люблю. Не агрессивно. Здесь подсвечен парень, иначе он был бы слишком темный. Да? То есть, можно и свет, конечно, использовать для балансировки людей и окружения. Вот тут светлую сторону экспозиция. Наоборот, темная, но мягенькая, да? То есть, не контрастный свет, очень мягкий свет. Вот это так Хассельблан берет без Рава. То есть, настолько, ну, вот все вытягивает, понимаете? Ну, невозможно просто. То есть, он там глазами-то уже, он все вытягивает совершенно. Так что Рав, конечно, хорошо, но можно и без, если камера хорошая. Здесь более контрастный сюжет, сделана драматичная съемка. Ну, опять же, то есть, все разделено по планам. То есть, цветы не вылетели, платье не вылетело, трава. Все имеет свою разную, ну, разную степень яркости, но при этом видно. Тут за светочкой такой. Вот это, кстати, некачественная матрица, фотоаппарат с маленькой коптой, некачественной матрицей, но контраст по-доброму. Пускай вода подвылетела, но зато человек как надо, да? Ну, тоже снято. ИСО, кстати, здесь шумненькое такое, на этом фотике. Так что это не всегда проблема. А здесь фотик покачественнее, это видно. Но опять же, посмотрите, какое, ну, тоже, с позиции какая правильная. Небо сзади остается, лицо остается, шуба, все-все остается. То есть, все, нет ничего, чтобы полностью вылетело, да? Все здесь сбалансировано. Чуть темновато, мне нравится такой настрой. Немножко перед грозой, да? Вот даже на телефон есть хороший свет, может получиться классная экспозиция, когда все хорошо видно. Снят на телефон, и вот здесь вот освещение клевое. Здесь вот контраст уже сделан, ну, выбито, да? То есть свет выбит, темная провальность, силуэт. Но есть такие кадры, где это здорово. Мягенько. Это мягкий контраст. Это не исходная сцена, вы видели, сцена боленькая, но это мягкая обработка, да? Чтобы картинка была мягкой тоже. Вот видите, контраст именно картинки. Она может делать мягенько. Приятно. Вот. Можно обработать контрастнее. Главное снять сперва, чтобы все появилось. Вот. А здесь вот вспышка в лоб и контрастненькое такое. Здесь цвет. Да, то есть тут такая экспозиция. В первую очередь не по коже, а по шубе, чтобы цвета лучше всего запечатались. Середина или чуть темнее середина. Вот в среднем диапазоне здесь цвета. Ну, для печати их можно подрегулировать. Да вообще они нормально будут смотреть. Зависит от того, какая печать. Это зависит от монитора. Ну, если что-то не так на печати, просто делается коррекция. То есть печатается пробный маленький кадр, потом надо посветлее сделать. Но сейчас большинство картин, конечно, что-то делается под монитор, а не под печать. Вот, кстати, смотрите нюанс экспозиции буквально в полступени. Смотрите, здесь немножко другой свет и немножко другая экспозиция. Смотрите вот на это ощущение от парня. Да. Внимательно. Просто на ощущение своей. Здесь кожа светлее, буквально на полступени, ступенечку. Ну, там не везде одинаково. Здесь кожа темнее. И вы воспринимаете очень по-разному. И помещение меняется, да, то есть здесь стенка сзади светлее, но здесь и другая стена, немножко в другом месте расположен, то есть, а здесь чуть другой ракурс. И, соответственно, здесь она темнее. И вот здесь вот одно настроение, да, в целом вот, то есть, и светлость, темность. Хотя одежда почти провалена одинаково. То есть, черный свитер везде выглядит одинаково, но кожа выглядит по-разному, и стена сзади выглядит по-разному. И это меняет уже настроение и восприятие. Вот на таком уровне надо работать, то есть надо это чувствовать и работать буквально на таком уровне. Да, и контраст разный. Вот, интересно, полезно. Ставьте лайки, значит, смотрите, дорогие мои. Спасибо, да. Если есть вопросы, сейчас напишите. Я хочу похвастаться, просто показать. Ребята с обучения, что у них там происходит. Один мой кадр в зале Музея Стриминского искусства по ПАП-музею. Съемка была на одной из курсов, на самом первом. В галерее ультра-супер-нью в Токио. То есть, в токийской галерее девушка вывесилась. Тоже, Мария, смотрите. В действительности, у меня просто часто спрашивают, меня уже достали всякие, ну, есть нехорошие люди, которые, а где успехи учеников? А где твои регалии? Вот это все время регалии, регалии, давай, регалии. Ну, хорошо, я пособираю регалии. Смотрите, вот это все связано с работами, снятыми у меня на обучении, да, там. Вот замечательный Дмитрий Тайга. Я как бы с ним стрим сделал, у меня учился парень, прошел все курсы, и он просто, он просто выстрелил вообще. Он такие вещи делает. Это не в смысле на сайте, он в журналах его печатает. Вьетнамский офисель, вот, и так далее. Вот, и как бы посмотрите, просто порадуйтесь за ребят. Тоже вот Мария Толкачева. Ну, так я поэтому и говорю, я вот могу показывать, у меня тоже фотографии висели там и в галереях в Токио и так далее, и на книжках, обложках, и альбомах есть иностранных музыкантов в моей работе. Но я никогда этим не лезу. А это вот успехи учеников, это выставки моих учеников, публикации их и так далее, с работами, которые они снимали на обучении. Вот, это если у вас просто стоит вопрос, надо ли идти ко мне учиться или нет, приходите. Значит, внизу есть ссылка на курс. Курс начинается буквально. Мне кажется, что я вижу абсолютно косячные фотографии. Ну, видишь, у тебя очень строгие такие... Нет, я просто, у меня есть принцип, я нигде свои регалии не пишу. Если вы посмотрите, когда... Кстати, интересный вопрос. Вот, когда я участвую в больших конференциях, там все фотографы стараются, у них там регалии, регалии, регалии они пишут. А у меня написано, преподаватель культуролог Санкт-Петербурга лучше один раз услышать, чем много раз увидеть. Я вот считаю, ну, мне не нравится эта фигня, реально. Ну, хорошо, ну, и села моя фотка в Токио, там, и села моя фотка в Берлине, есть известная певица, там, на обложке альбома, мои фотографии, есть книжки на обложках, где мои фотографии, да, там, причем достаточно большим тиражом изданы. Ну, и что? Может, это познакомство, это не значит, что это хорошие фотки или что-то. Ну, так получилось, допустим, там. Ну, как бы, вот журналы у меня такие-таки публиковали, все время для них снимал. Да, я считаю, что если вы по фотографиям не видите, я сегодня показал кучу своих работ, да, видно же по ним, что я умею снимать, зачем эти все регалии. Поэтому свои регалии, вот, я не люблю нигде писать, но учеников мы коллекционируем, собираем и регулярно обновляем, выкладываем, то есть успехи регалий учеников, это важно, потому что люди вот на моем обучении, действительно, прошли обучение, и у них появились такие публикации, такие достижения. Они сами пишут, что благодаря именно этому обучению это появилось, и, соответственно, это, да, это действительно говорит об уровне обучения. Вот, такие дела. Да, уровень должен быть. Значит, смотрите, значит, у нас что? Во-первых, у нас будет, еще раз говорю, уже вечером, 4-го числа, послезавтра, в 19.00, начинается марафон, обязательно участвуйте. Участие бесплатное, и приз фотоаппарат, приз 2-й, мое обучение на 150 тысяч, то есть 2 классных приза, то есть не что-то, смотрите, и фотик можно выиграть профессионально с объективом, и беззеркалка будет хорошая, вот, и обучение стоимостью 150 тысяч рублей можно выиграть. Вот, это просто здорово, это бесплатно полностью, вы должны просто будут творческие задания, просто выполняйте, присоединяйтесь, будет очень интересно. Все, внизу есть ссылка вот на этот марафон, я ее сейчас в чат тоже кину, чтобы она была. Да, там, я думаю, я думаю, что Даниэль просто на стереотипы реагирует, типа, ой, горизонт завален плохо, предстоященно плохо. Фотографии, главное, не стереотипы, а их воздействие, ну, то есть вот, как они на людей воздействуют, что работают, какие ощущения они несут. То есть вопрос не в формализме же, тут у него там угол не тот, тут там, вопрос в том, что вы чувствуете, глядя на эти картинки, ощущения, вот здесь формально куча ошибок, кисть обрезаны, ноги обрезаны, это провально, это присвечено, все под угол. Вот, смотрите, в фотографии сплошной брак. У меня есть классный стрим про брак, посмотрите, там я это рассуждал, на эту тему рассказывал, показывал. Вот, но реально, это же классный кадр или нет. Напишите, классный это кадр или нет. Ну, как вам этот кадр, он хороший или нет. Формально, если подходить, да, он брак, но реально он классный по ощущениям. Вот. Нет, видите, вот не нравится. А мне нравится. Хороший кадр. Поэтому я его регулярно показываю. В стиле города грехов, да. Ну, давайте посмотрим, кто проголосует за, кто против. Вот. Хорошо. И, кроме вот марафона, еще очень классная штука, это курс «Фотография главная». Сейчас я вам про него расскажу. Начнется он 17 января. И это тот самый курс, где мы работаем со всеми вот такими вещами. То есть, экспозиция, композиция. Вот, смотрите, это, кстати, работа учеников, тоже публикованная в разных журналах, все ли они технически правильные, они все выразительные, выразительность именно, они классные. Вот. И, соответственно, я буду учить вас и правильно делать, и ровные горизонты, неровные, резкие картинки, нерезкие, работать с цветом, с композицией, с равновесием, с светом, создавать, действительно, и под картины, классический свет, и такой современный, киношный, и разноцветный, то есть, мы будем проходить все гето, и вот такие картинки мы будем тоже учиться делать. Приходите, внизу есть ссылка на этот курс, курс просто офигенный, вот я вам сегодня рассказал только один небольшой вещь, экспозицию, и то не все, там на этом курсе будет еще куча информации, кроме этого, и будут практически задания, связанные с экспозицией, умением ее получить правильно, да, и, соответственно, самое главное, это проверка этих работ, обратная связь, это очень важно. В общем, приходите. Смотрите, это 70 с лишним часов занятий, это двухмесячный курс, очень подробный, то есть, в отличие от большинства преподавателей, у которых там 8 лекций по 40 минут, у меня в действительности 20 с лишним стримов будет, и они будут по 3 часа, и плюс еще куча дополнительных материалов, то есть 70 часов занятий всего в сумме у вас будет, по материалам, это все вживую, я прям читаю чат, отвечаю, это с обратной связью, вот. И очень прикольно снята на этом курсе практика, то есть, как документальный фильм, где можно посмотреть, как ставится свет, все нюансы, все это с комментариями, прям заснято, я делаю, то есть, прежде чем делать домашние задания, вы можете посмотреть, как их делал я, и там все это очень показано, прокомментировано, результаты картинок можно посмотреть, в общем, практика просто тоже потрясающая, без нее было бы не так понятно, не так круто, я думаю. Кому не нравится, надо как вкус развивать, согласен. Вот. Первый, второй курс прошла, про искусство не осилило, вот видишь, про искусство тоже классное, там люди интересные проекты делают. В общем, нажимайте, не пропустите, скажите, вот хочу этот тариф, вот с обратной связью, и, действительно, не пугайтесь суммы, здесь можно внести только, напишите свои данные, чтобы они не потерялись, да, и можно просто внести 4900, и дальше там с рассрочкой, спокойненько у нас, с внутренней рассрочкой, выплатить все это, и вы получите, ну, скажем так, если вы пройдете этот курс, сделаете все домашки, вы научитесь делать действительно картинку, как в кино, и как в журналах. Вот такую картинку, которую вы видите в хороших журналах, действительно, в зарубежных, хороших, не вот эту супер пережаренную, фотошопленную, отечественную, а как в зарубежных журналах. Смотрите, у меня, кстати, про тренды этого года, есть классный стрим на канале, там про Vogue, про все, я показывал как раз картинку, объяснял разницу. Вот, как в кино, в самых лучших фильмах, действительно, голливудских свет делается, и все, вы тоже это все увидите, поймете. Поэтому просто бронируйте место за 4 900, и дальше мы с вами договоримся, свяжутся с вами наши ребята, все расскажут. Такой курс пропускать нельзя, там будет потрясающая компания, уже собралась, там будут невероятные домашки, мы будем смотреть, как другие делают в разных условиях, мы с вами освоим доступный свет, искусственный свет, импульс, так, съемка в помещениях, съемка на улице, там, так и эдак, работу с цветом, работу с экспозицией, с контрастом сцены, вот это все на практике будет. Фактура, текстура, очень интересно. Я рассказываю, как воспринимает человек именно, то есть, как мы видим композицию, мы видим цвета, и исходя из этого, рассказываю, что делать, и как, и дальше довожу вас до практики, то есть, вы делаете домашки, и учитесь делать все это на практике. Например, так же хорошо попадать в экспозиции, как я сегодня вам показал в своих примерах. Выразительно и точно. Делать экспозицию сразу. Вот приходите на курс, там это есть. Внизу ссылка. Так. У вас в минусе картины, где герои производятся, рассматривать, но для первого взгляда, для картинки, ничего не понял, что написали, ну ладно. Вопрос не в первом взгляде, а вопрос, что человеку интересно смотреть, он заинтригуется, смотрит, рассматривает. Постижение сути законов ведет к освобождению от них. Совершенно согласен. Этим мы на курсе и занимаемся. Мы исследуем, какие есть правила, откуда они выросли, и как их грамотно нарушать. Все абсолютно правильно. Молодец. Так. Спасибо за эфир. Пожалуйста. Дело не в горизонте, но если техника не важна, тогда зачем учиться? Нет. Ну, это очень прощение. Уметь продать все невозможно. То есть, когда у тебя классные картинки, которые цепляют людей, их в сто тысяч раз проще продать, чем плохие. И в итоге тебя обскачет и продаст тот человек, у которого есть что. То есть, всегда вопрос продукту может на маркетинг. Причем, у меня есть курс на эту тему. Маркетинг создается под продукт. То есть, из того, какой у тебя продукт, такая стратегия маркетинга выстраивается. разным образом продаются разные фотографии, разные фотографии. Вот. Это важно очень. И, ну, что значит, не важно, на что снимать по технике. Важно знать свою технику. То есть, не так важно, какой у тебя фотоаппарат. Почти все фотоаппараты сейчас, ну, более или менее, начиная там с 20 тысяч рублей, которые можно купить, они позволят тебе снять классную картинку. Но они разные, нужно знать их нюансы. Вот на курсе мы часто знакомимся, как твой фотоаппарат работает со сценой, что, сколько в него влезает. И с разным аппаратом нужен разный подход, чтобы получить классную картинку. Это все надо изучать. Поэтому, вопрос не в том, что прям не важно, какая у тебя техника. Вопрос в том, что, давай так сказать, суть не в том, какая у тебя техника, а в том, как ты ей пользуешься. Важно уметь как раз свою технику настраивать и получать ей результат. Запись лекции и задания четвертого будет в доступе? Да, регистрируйтесь внизу по ссылке на марафон. Если вы зарегистрируетесь, вы получите в том числе и записи, и промежуточных итогов, и это. То есть можно принимать участие в марафоне, не находясь на живых трансляциях, а через записи. У вас там на каждое задание два дня, поэтому вы можете посмотреть просто запись на следующий день утром, например, для кого вам удобно, и успеть сделать задание, издать, и потом посмотреть результаты. Поэтому принимать участие в марафоне, можно принимать участие и в записи. Sony Nex не для людей сделан. Но он дешевый, но он нормальный, я на него кучу классных съемок делал, в том числе коммерческих. Можно и так. Ну, я когда я говорю про 20 тысяч, давайте объясню. Можно и за 5 тысяч что-то купить, хотя сейчас сложно, сейчас цены взлетели. Ну, давайте так, я говорил все-таки о беззеркальной камере. То есть, ну, чтобы просто быстрее, потому что, смотрите, в наше время лучше от зеркалок избавляться, ну, потому что зеркалки просто элементарно медленнее. Нужно сделать снимок, проверил, там вот нельзя сразу увидеть картину, как она получится. Поэтому, когда я говорю, я подразумеваю, пускай самую дешевую, самую старую, но все-таки беззеркалку, да, потому что так просто быстрее будет. Ну, можно, да, можно и за 5 тысяч, и за тысячу рублей, за бесплатно можно выключить какой-нибудь фотик и наснимать им шедевр. Не спорю. Помните, я вот, у меня же был стрим-видео, ну, не запись с Катиком. Я снимал камеры, ну, конкретно мой экземпляр мне обошелся в 8 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, ну, с оптикой. Но потом они, правда, взлетели в цене и стали стоить 12. но почти такие же варианты этой камеры были и по 3-4. То есть там 3-4 тысячи рублей, и я снял отличную съемку, вообще прекрасную. Да, да, вот, хороший художник, я тоже согласен, то есть хороший художник на грязном стакане пальцем рисует красиво, конечно, понимаю нюансы пальца, стакана и всего такого, потому что он опытный и хороший. А кисти от Рублев, да, они гарантируют, что получится. Согласен. Так и с фотиками. Насколько важно иметь фотоаппарат для профессиональной фотографии? Ну, АПСЦ точно хватит. И мы, до сих пор, я снимаю много на Рико на АПСЦ. То есть, и вот я как раз, давайте я покажу, просто, вот у меня в канале, внизу есть ссылка на мой канал Телеграм, заходите. Вот смотри, вот, например, вот даже здесь примеры, которые сегодня показывают, это балерина, это АПСЦ. Балерина АПСЦ. Еще тут часть кадров. То есть, тут вот эта вот девушка с такси, с черным, это АПСЦ. Вот черное такси на улице в Японской. Дальше вот смотри, я тут как раз выкладывал, вот АПСЦ. Варю Шмыкову я снимал, и вся эта съемка с Варварой, это АПСЦ. Без обработки, прямо из камеры. Вот потом тоже вот с поездок тут. И вот это вот, например, Кассельблат, а вот это, это все ПСЦ. Тут очень клевые кадры, посмотри, это с мыльницы прямо сняты, ну, с Рика. ПСЦ, карманный маленький фотик. Еще и светосил 2.8 только там. Вот. Вот это вот на Рика снято. Рика для коммерции? Не, ну для коммерции я брал бы, наверное, не Рика, потому что Рика это карманный фотоаппарат. То есть для коммерции лучше, чтобы у тебя была возможность все-таки менять оптику. То есть за стоимость Рика, которую ты можешь купить точно для коммерции, лучше какой-нибудь Nikon Z5 или Z50 возьми, это будет лучше для коммерции, чем Рика. А стоить будет столько же. Вот. Рика это для карманной именно фотик, это скорее другое. Да, Рика это уже про не размер матрицы, а про карманный фотоаппарат, с которым ты просто гуляешь. И вот, видите, мы гуляем просто, я что-то там снял, увидел. Смотрите вот эту серию, там вообще клево, кстати. Тебя попробуем показать. Давайте, чтобы было. Знаешь, наверное, вот дело не в... Сейчас я попробую, мне тут покажет. Так. Черт, не показывает. Ладно, зайдите просто в... Зайдите в Telegram, смотрите вот эту именно съемку. Мне сейчас не обнимают эту... Так, вот. И посмотрите... Да, на iPhone. Вот, и посмотрите эту съемку, это как раз съемка про Рика. На Рика именно сделанная. Интересно, а если я сейчас поставлю... Кстати, вот. Не, не даст так. Ладно. Вот. Окей. И просто это такой стиль кармана, но там тоже вопрос все равно в таких вещах, как освещение, композиция, настройки. Вообще, я не понимаю вот эту вот странную историю, типа PSC камера, они какие-то... Господи, раньше были... Ну, вы знаете, раньше были камеры профессиональные, дорогие. И вот эти дорогие профессиональные камеры... Видимо, я слышал свой собственный голос. Вот эти дорогие профессиональные камеры, они были PSC все, почти. И люди снимали ими просто офигенные съемки. Зачем мне Хассель снимать на Рика? Ну, потому что ты не носишь постоянно с собой Хассель. То есть, Рика в кармане, ты просто идешь гулять, и у тебя может быть в кармане Рика, и вдруг какой-то момент возникает классный, вот вы смотрите, и ты такой, вау, я хочу снять этот момент. Но Рика все-таки прикольнее телефона, и ты его достаешь и снимаешь. А так, конечно, в основном съемки, которые запланированы, да, продуманы заранее, постановочные, ты... Я ни капли не уставший, я просто очень спокойный. Я впервые за несколько лет, наконец-то, выбрались на море как следует. Я целый месяц нам просто... Все, что я делал, это ходил, так упал с три раза в день в море, ходил хавать и спал. Вот. И никаких трансляций, ничего. И поэтому я настолько спокойный сейчас, как вы видите, что просто чудо. Вот. Меня невозможно вывести из себя никаким... Никаким образом. Поэтому это не потому, что я устал, а потому что я просто очень расслаблен. Рассказываю вам спокойненько. Вот. Поэтому все... С каждой камеры свое место. Вот. У меня есть Hassel, есть Leica. Я сделаю стрим, расскажу про это. И один не заменяет другой. То есть, есть съемки, где я делаю Hassel, а у меня есть где Leica. А Rika это для повседневного ношения, когда ты не планируешь заранее съемку, но бывает, случайно, что ты видишь, хочешь это сфотографировать. Да. Самый лучший фотоаппарат, который под рукой. Вот. Rika чаще под рукой, чем Hassel. То есть, ну, я бы рад был, наверное, все время иметь... Когда-нибудь, когда Hassel будет размером с Rika, по качеству, это будет здорово. Вот. Отдыхать без чувства вины за отдых. Ну, это было непросто, но я уже настолько, настолько уже измотался, и мы устали, мы столько всего сделали за эти несколько лет, и фирму свою организовали, там, квартиру построили, что у нас была чистая абсолютно совесть. Мы уже понимали, что либо мы едем отдыхать, либо мы умрем просто. Вот. И поэтому я с чистой совестью поехал отдыхать. И очень хорошо отдохнул, качественно. Так и надо. И мне вообще не хотелось какие-то стримы делать, что-то я там целый месяц просто отдыхал. Компактная Sony A7C. Ну, A7C не такая компактная, как... Вот она как раз ни то, ни сё. Она, если честно, Hassel не сильно больше этой A7C с некоторыми объективами. И суть заключается в том, что точно вот A7C... Вот Leica, вот, она со своими маленькими стеклышками, можно сказать, что она тоже в этой A7C гораздо лучше. Хотя она качественная, интересная по картинке. Вот. Здесь как раз, мне кажется, совсем другое дело в Рика то, что он в карман кладётся. У него убирается бикинг, он просто кладётся в карман. Ну, как пачка сигарет. Всё. Это другой с этим разговор. Но это неважно. Короче, вот у нас с Лирой есть три цифровых фотоаппарата. Хасельблат и Leica, в зависимости от типа съёмки, мы выбираем. Да, для некоторых съёмок Leica я выбираю Leica и Хасельблат. Это для основательных съёмок, которые именно придуманы и сняты. Да, вот, когда ты идёшь на съёмку, чтобы снимать. И есть Leica, которую мы просто таскаем. Он туда валяется, если что-то снять, или там таскаем в кармане с собой куда-то. Вот, им снимаем. А видео, да, на iPhone. Что видео отлично на iPhone снимается. Но фотки всё-таки лучше на Рика. Раньше Лерка снимала все фотки на iPhone. А после того, как она пробовала Рика, она такая, я уже на iPhone обратно не хочу. Потому что всё-таки пластика, цвет, всё-таки, конечно, пока что есть разница. Да, всё это понятно. Да, снимают. У меня есть на YouTube-канале ролик, где я снимаю на дешёвый фотик. Нормально всё. Если картограф хороший, снимет. Нет, я просто... Смотрите, фоточки, которые вы кидали в Telegram, там, ну, вы сами должны всё понять, в принципе. То есть, как раз мы можем посмотреть, но просто что там говорить, что я добавлю к тому, что я сказал. Ну, вот провалено там слишком, да, или там где-то слишком пересвечено. Вот. А где-то нормально. Это всё сами поймёте вполне. Тут клёво. Вот эти вот с прыгающим парнем. Вот. Вот это клёво. Вот это клёво. А вот здесь вот не хватает заполнения, очевидно. Вот темноватые, да, провалы. То есть, есть зоны, где можно чуть-чуть подсветить. Но это именно светом здесь нужно. Хорошее настроение, да, но не хватает. Вот третий, четвёртый кадр. Ну и так далее. То есть, вы сами посмотрите. Вот здесь вот балерина плохо. Очень глубокие тени и не лучший силуэт. Тут нужно как раз сдавать освещение на фоне аккуратно. Тоже. Ну, то есть, тут сугубо такой боковой жёсткий свет, и всё. Это вот не лучший вариант, так в темноте. Слишком контрастная экспозиция не лучше, и свет не лучше. В общем, сами поймёте, я думаю, после сегодняшней лекции. Я просто хотел посмотреть, что вы понимаете под интересными экспозициями. И прямо вот видно, ну, как у кого нужно подправить. То есть, кто хорошо понимает, что можно, что нет, да, пересвечить, провалить. У кого надо подправить. Приходите, да, на курс. Там я все домашки смотрю, обратную связь даю. Там как раз обсудим всё. Жду на курсе, ссылка внизу. Так, сейчас у меня тут куда-то делся. Делся у меня куда-то этот. Господи. А, вот она. Да, браузер. Всё, дорогие мои. Ну что, вопросы есть ещё какие-нибудь? Для научков обучение подойдёт. У нас примерно 20-30% ребят учатся с нуля, с телефонами. Всё так рассчитано. То есть, есть всё. Есть даже специальная часть курса. Это вводный для абсолютно новичков. Он уже открыт. То есть, это сейчас запишется на курс. Курс начинается 17-го числа. Но уже сразу у тебя будут лекции для самых новичков, для того, чтобы подготовиться, размяться, узнать какие-то вещи, термины. То есть, там специально сделана даже есть часть для совсем зелёных. Материалы оставятся. И ещё раз говорю, у меня новички, у меня была девушка как раз в прошлом году, она на первом курсе, вот на этом же фотографии главная. Она сделала одну из лучших курсовых. Наверное, одна из трёх-четырёх самых лучших, которые были на всём курсе. А там было 500 с лишним человеком. И вот среди 500 с лишним человек, одна из самых лидирующих курсовых, была снята девушка на телефон, которая с нуля абсолютно пришла заниматься. Это был классный пример. Я на курсе обязательно покажу её курсовую. А офигенный пример того, что с нуля человек с телефоном может уделать очень многих. Выглядело просто журнально. Вообще супер. Да, выбор модели, позирование, локация, свет, всё было здорово подобрано. При этом она не арендовала студию, она использовала только локации, которые она хорошо выбрала. Сейчас у меня серый айфон из титана, как положено. Серенький, как дом. Подходящий под вот этот цвет всего. В этой квартире. Футболка. У нас записи материала остаётся 2 года. И можно смотреть лекции вживую, прям вживую задавать вопросы в чате. На любом пакете, причём я их читаю, отвечаю. Можно смотреть записи. То есть тут же, как только лекция заканчивается, появляется запись по ссылке. На следующий день нарезается всё нагло, выкладывается материалами с презентациями в личный кабинет. И лежит в этом кабинете ещё 2 года. И очень многие ребята пересматривают курс ещё раз через полгода, год. По мере каких-то своих экспериментов. То есть там много информации. Что-то вы осознаете чуть позже. Что-то вам понадобится позже. Вы пересмотрите. У вас всё это 2 года остаётся супер абсолютно. Все материалы. Полностью. Все обратные связи. Проекты домашек. Сами домашки. Всех ребят вы можете смотреть. Курсовые работы. Всё останется на несколько лет. Может ещё не меняли? Конечно поменяли. Мы перешли в серую зону. Смотрите какой я себе даже микрофон поменял. Чисто с эстетической точки зрения. Чтобы он был идеально подходящий ко всему этому. Очень красивый микрофон. Пришлось доплатить денег. Потому что у меня был немножко неподходящий по цвету и стилю. А теперь он подходит и к монитору. Ну к клавиатуре кэплской. Ко всему по алюминию. По дизайну. Вот. Всё мы подобрали. Чтобы было идеально. Это вопрос планки. То есть не для того чтобы вам это показывать. Видите я микрофон не показываю. Его не видно. Но просто для меня здесь чтобы всё было в интерьере. Соответствовало эстетике тому как хочется. Можно ли фотики сделать формат кадра 4.5? Но это если есть настройка или нет форматов. То есть разных фотиков разные форматы ставятся. То есть во многих фотиках можно выбирать почти любой формат. 1 к 1. 4 к 5. И 16 на 9. Я не знаю. Кутя посмотри. Вообще. Я тебе скажу удивительную вещь. Смотри. Большинство людей не знает 80-90% меню своего фотоаппарата. Никогда не посещали. Не знают что там есть. То есть первое что нужно сделать. Если есть какой-то фотик. Это реально скачать к нему инструкцию и прочитай. Ты удивишься сколько там всего. О чём ты никогда не догадывался. Не знал. Вот. И сейчас 90% фотоаппаратов есть разные размеры кадров. Которые можно выбирать. И 4 на 3 это очень частый размер. Или там 4.5. Ну бывает 4.5 вопрос тонкий. То есть у меня есть такой вроде как и в лейке и в хастеле. В лейке я правда не ставлю. А в хастеле там разные размеры. Есть почти любые. Как бы всё очень нужно. Есть даже вот такой узкий-узкий панорама в стиле Хасилблат Экспан. Типа такой вот прям узкий панорам. Тоже очень интересно кстати на 100 мегапикселей снимать. Но если именно такого формата нет. Ну узнавай. Гугли. Прошивки. Может быть здесь я тебе ничего не могу сказать. Должен быть конечно в прошивке он. Неважно официальный или в хакнутый. Инста. Да. Это большая проблема. Вот кстати почему мне нравится. Когда снимаешь на полный кадр. У тебя кадры вытянутые. Инста потом сильно режет. Поэтому у Хасилблат у него кадр более квадратный. И там инста почти не режет. И поэтому получается что Хасилблат для инсты прикольнее. Сразу примерно такой кадр и экран. Да. Пожалуйста за стрим. Ладно ребята. Всё. На этом заканчиваем. Значит. Смотрите. Значит. Марафон. Ссылку на марафон кидаю. Внизу будут ссылки. Все в комментариях. И это. Вот. Ссылка на курс кидаю. Собственно. Да. И. Да. При этом маразм. Но это маразм. Это как к инстаграму. Это у них что-то с головой не в порядке. Конечно. Вот. И дорогие мои. Внизу есть все ссылки. Приходите. Подписывайтесь на мой канал. Телеграм. Вот он. Собственно говоря. Его название. Вот. Вот. Он открыт для всех. Там как раз не пропустите никаких стримов. Там я фотки выкладываю. Посмотрите там съемки. Как раз интересно с точки зрения экспозиции и прочего. Посмотрите как раз съемки на дорогие камеры, на дешевые. Сравните. Это очень интересно. Да. Угу. Да. Все. И. Самая главная мысль сегодня завершая. Значит. Дорогие мои. Смотрите. Экспозиция это тоже выразительные средства. То есть нужно. Нет какой-то единой правильной экспозиции. Вы должны вольно ей уметь обращаться. Чтобы делать снимки чуть светлее. Чуть темнее. Придавать им какое-то настроение. Но при этом всегда вы должны знать. Что влезет в ваш фотоаппарат. А что не влезет. И если есть какие-то вещи, которые нельзя портить. Например. Как пол лица в чуток. То там вы должны остановиться. То есть вы должны чувствовать. Может быть изменить освещение. Изменить ситуацию. Очень часто хороший способ. Если экспозиция не справляется. То есть картинка не выглядит так, как вам надо. И нельзя подобрать экспозицию. При которой она выглядит так, как надо. Тогда нужно поработать с самой сценой. Изменить освещение. Изменить контраст. То есть работать со сценой. Поэтому экспозиция выходит за пределы. И старайтесь сразу снимать с протоковой экспозиции. Которая вам нужна. Я сегодня показал. Объяснил. Это лучше, чем вытягивать. Это абсолютно точно. Вот. Так что так. Ну я думаю, сегодня много полезного и интересного узнали. Казалось бы, такой простой вопрос. А вот. Жду вас на курсе. Там вы узнаете еще гораздо-гораздо больше всего. И самое главное, вы узнаете, как создавать выразительные фотки. Передавать настроение, ощущение через композицию, экспозицию. Другие технические моменты. Через настройки фотика. Через то, как вы снимаете. То есть вот это самая контэссенция фотографии, мне кажется, да, как от ощущения, желания, эстетики перейти к практике. Да, как это воплотить в настройках фотоаппарата и конкретном кадре, который вы сняли. Именно про это этот курс. Поэтому он и называется «Фотография главная». Приходите и будете снимать очень круто и офигенно. Так что так. Жду вас. Чтоб картинки были выразительные. Даже чтоб завал горизонта или пересвет работали вам в плюс, а не в минус. В этом мысль. И это реально надо просто научиться. Я вас научу. Все. Пока-пока. Увидимся. Четвертого числа. На основе стартует марафон. Внизу есть все ссылочки. Продолжение следует.